Пишут, что не слышно музыки. Так, я запустила снова трансляцию. И там, и там. Вопрос пока зачитаю из чата. Сценарист у вас еще и геймдис, он составляет ТЗ по арту. Ну, как сказать. Сценарист по-любому составляет ТЗ по арту, потому что он видит себе сюжет в месте в каком-то развивающемся. Мы же не знаем, что надо рисовать. Сценарист приходит и говорит, мрачные подвалы там, я не знаю, такого-то здания. К стене прибит скелет, страдающий. Референсы мрачного подвала, референсы, да, страдающего скелета. Кто же, кроме него, еще это расскажет? И несколько, да, страдающих этих самых. Ты карта заработала, пишут. Здорово. Да, я продолжу, у нас, продолжу выписывать ачивменты. Так, и где-то я повторяю сама себя, видимо, это происходит на пик-карта. А теперь? А теперь, а теперь мы включаем звук. У меня завис твич. Здорово это случается. А, вот все, ожил. Но музыки все равно нет. Да, нет ничего. А, вот так есть. А теперь, а теперь мы включаем звук. Есть, да. Так. Канал. Все, мы уже 10 минут страдаем всякой фигней. Куда это годится вообще? Сейчас мы перестанем ее страдать. Вот уже, вот уже буквально. Только что перестали, я возвращаюсь к списку ачивок. Значит, кнут. За что это, я им не скажу. Так, молитвенно сложенные руки. Молитвенно сложенные руки. Пять. Напомни мне в понедельник тебе кое-что сказать про ачивки. Пока я не забыла тебе напомнить. Это чтобы хорошее? Ну вот в понедельник узнаешь. О, интрига, ладно. Так, и интрига. Склянка с эликсиром. Склянка. Ну вообще нет, это у нас может быть будет отчасти из игрового арта. Паучий символ. Что такое паучий символ? Ты никогда не делала символ человека-паука? А, это... А, это паучий символ, паучий. Да. Да, хорошо, ладно, паучий символ. Мы тут вчера ходили на... Людей Икс? Нет, на Людей Икс мы ходили неделю назад. Вчера мы ходили на этих... Каково, господи. Ну, боже ж ты мой. Кто там еще из супергероев? Так, либо это было очень длинное название фирмы, либо ты забыла название. Сейчас я посмотрю в афишах. Я забыла название. Так. Да, ну, господи, мстители. А, эти, Капитан Америка. Да, да, да. Вот, снятый корсин. Мужчины в трикот. Выходили? А ты тоже не ходил? Спылерить тебе? Я, в принципе... Я вообще, в принципе, в кино редко хожу. Ну, Капитан жив. Все, уже не канон. В смысле, ты желаешь смерти Капитану? Нет, в смысле, в комиксах его убили. А, давно? Да. Ясно. Ну, да, давненько уже успела жить обратно. Ну, видишь как. Так. Слушай, Вер, тебе тут уже вопрос задали? Давай, читай. А, от Юлича. Вера, мне завтра предстоит вытаскивать информацию для концепта из заказчика по совместительству генератора и идеи игры. Можешь что-нибудь посоветовать по этому действию? Никогда таким не занимался. Господи, я уже... Я уже о своем. Я тут пишу треснувший, сияющий... Гребешок Дженнифер. Пишу треснувший, сияющий концепт игры. Ладно, гребешок. Гребешок. Дженнифер, а я тебя попрошу сейчас... Я это очень люблю теперь. Я написала несколько статей на разные популярные вопросы, часто задаваемые. Статья о том, как художнику попасть в игровую индустрию. Статья о том, как правильно общаться с заказчиком. Вот, статью о том, как правильно общаться с заказчиком. Я сейчас попрошу тебя ссылочку скинуть в чат. Ее можно найти в моей группе, нажав на картинку меню в разделе статьи. Шоу, сейчас. Вот. И там рассказано, что вы должны узнать, что должно содержать в себе ТЗ и какую информацию вы должны у заказчика, собственно говоря, выудить. Я сейчас еще сама на нее гляну. Вот, за меня даже ее отправили. Как взять техническое задание? Вот, здесь все рассказано. Как рассчитать стоимости сроки, как обезопасить себя от неблагонадежных заказчиков. Пионер должен быть... А, ну это вот несколько правил. А теперь несколько простых правил. Ну, в общем, все, что можно об этом сказать, там рассказано. Я думаю, что ответ на ваш вопрос тоже там содержится. Так, драконий символ. Что у нас такое драконий символ? Это то, что было уже, да? Ну, смотри, мы же... Сейчас с каким-то детским митиком. Сейчас, секундочку, вы оба говорите. Что, Оль? У меня ассоциация с каким-то детским митиком. По-моему, Джеки Чан, когда там у них были какие-то амулеты, и там были драконы на амулетах. А, да-да, знаю. Там был еще петушиный символ, ловиный пещий символ и так далее. Да. Драконий символ. Ну, помнишь, у нас символы, которые... Так, как бы не заспойлерить. Мини-игры, где у нас есть один, который похож на дракона, а другой, который похож на паука. Ну, да. Это они, да? Да, это они. Здорово. Хорошо. Так, ну, вот это вот я уже оставлю на потом. Вот, значит, у нас будет... Я выписала всего ачивок. У нас 21 достижение. Часть из них на основе существующего в игре арта, а часть... новой. И вот их 8 штук я сейчас выписала. Часть из них сделаю сейчас. И перед тем, как приступить непосредственно к созданию вот этих вот ачивок, я покажу вам, какие сейчас уже существуют в игре ачивки и расскажу немножко о том, о чем нужно знать и помнить, когда вы приступаете к подобного рода задачам. Как раз та самая информация, которую я обещала. Я обещала. Сейчас. Господи. Чивка у нас... О, такого, да? Разве... А нет, это уже 295. Как так получилось? А это 600 на 600. Ну, пусть она будет 600 на 600. И возьмем финальную сборку. Существующие в игре ачивки сейчас выглядят примерно вот так. Так, это уже реальный игровой размер. Они все на однотипном фоне. И с одинаковым эффектом тени. На самом деле, немножко разбросанные получились по стилистике. Ну, так, в общем-то, такова их сложная судьба. Но постарались мы их все-таки к одному стилю примерно привести. Первое правило любой графики, будь то ачивка, иконка, графика, изображение какое-то, которое используется в инвентаре, там, обилка, которая используется где-то в бою, там, в профиле игрока и так далее, и так далее, она должна быть читаемой. В частности, даже при уменьшении до совсем, там, какого-то минимального размера, она должна быть понятной. Должно быть примерно понятно, что на ней происходит. Ну, то есть, даже не примерно, а вполне себе очевидно. Соответственно, на ней не может присутствовать слишком мелких деталей. Например, ручки вот этих вот чашечек, они на самом деле уже на грани. Чашечками ты назвала глаза золотой середины? Нет, вот, видишь, ручки чашечек. У тебя запаздывает. А, я этих чашечек. Я имею в виду. Мы же с тобой общаемся в скайпе, голос мой, ты слышишь? Я знаю, просто... Нет, ну вот, включай обратно это в глаз. Если на него смотреть сверху, то он может быть похож на чашку. Слушай, ну это, конечно, да. Абстрактное мышление и вся фигня. Ну, да, кто из нас сценаристов, в конце концов. Ну, в общем, да, если так подумать. А? Вопросы чуть позже задавать или сейчас? Тут просто появилось... О, серьезная чашка. Давай, 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 давай сейчас, давай. Прямо сейчас. Алина Кагай спрашивает. Здравствуй, Вера, пожалуйста, объясните, для чего нужна маска слоя? Что это и с чем ее едят? В кавычках. Я все время вижу, как художники раскрашивают с помощью краски, но никак не понимаю. Маски. Раскрашивают с помощью маски. Раскрашивают с помощью краски, здорово звучит вообще. Да, это прям... Хорошо, сейчас расскажу. Так. Так. Значит, по поводу маски слоя. Поэтому сейчас отключемся немножко. Давно не задавали этот вопрос. Вот, смотрите, у нас есть, например, шар. Какое-то любое изображение. Мы делаем следующий слой. Делаем его в маске. И любая маска работает таким образом. То есть, вот это вот режим, в котором мы рисуем в границах изображение, лежащего на слою ниже. Такая штука удобна, когда мы, например, раскрашиваем что-то там. Текстурим. В любой момент, когда нам необходимо порисовать конкретно в границах изображения. Если убрать маску, то слой выглядит вот так. Очень удобно. Ну, то есть, я, например, использую это при рисовании тех же самых иконок очень активно, потому что там нужны очень четкие грани каждого элемента. И гораздо проще нарисовать там отдельно все элементы, а потом в маске их покрасить при необходимости. Это первый вариант. Вариант второй. Пока тут, значит, пауза. Спрашивают, можно ли сценаристу задавать вопрос. Конечно. Сценаристу можно задавать вопросы. Даже больше сценарист для этого здесь и сидит. Именно так. Сценарист пришел за вопросами. Вот. Следующая, например, ситуация. У нас есть изображение. Пусть это будет... Давайте сделаем небольшую. Ситуация. Вот у нас голая девица. Интересный вопрос. Как я стал сценаристом? Ну, что ж. Меня вызвонила Вера. У нас произошло собеседование. Я стал сценаристом. Видимо, вопрос больше не... Видимо, вопрос был... Больше о том, Как я получил профессиональные навыки, Или... Не знаю. Ну, мне кажется, да. Скорее всего. Или зачем ты стал сценаристом, например? А, ну да. Это классный вопрос, на самом деле. Про него уже можно отдельную книгу написать. В стиле, там, дневник Бриджит Джонс. Ага. Значит, зачем я стал сценаристом? И на тебе я на 350 страниц в пеленку. Так, ну что ж. Как люди становятся сценаристами? Люди хотят рассказывать истории. Люди понимают, что формат определенный, каким сценаристом мы там решили стать, Телевизионным, киношным, игровым и так далее, Ближе, чем формат медицинской книги. Потом берется соответственная учебная литература, Которая уже не меняется лет 20. Изучается. И так как написано в формате Не столько теоретического учебника, Сколько практического пособия, Выполняется То, что там написано. Раз за разом, раз за разом прошло Н лет. Все, вы получили профессиональный навык, Вы восхитительно, вас берут на работу, вы сценаристы. Супер. Я вернусь к теме масок. Значит, вот у нас есть девушка в платье. Это может быть любая художественная ситуация, В которой нам необходимо бывает скрывать часть имеющейся графики, Но временно. Теперь у нас есть черный квадрат. А почему у нас так это происходит? Понятно. И я его делаю Маской Для Так, подожди, не клиппинг маской. Нет, мы делаем не так. Сорянушки. На этом же слою На слою красного платья Я на него смотрю И Открываю слои масок Так, я торможу. Сейчас я найду это дело. Я просто не слишком часто Пользуюсь тем, что сейчас хочу вам показать. Вот я сейчас подвисла. Вот тот момент, когда должен сделать али-оп И нахрен забыл номер. Ладно, сейчас разберемся. Нет Так, ладно, я тогда продолжу театр одного актера пока. Да, потому что там как раз вопросы. Да, да, да. Вот воображаемый тираннозавр Бек спрашивает. Интересно ему узнать, как происходит написание сценариев. Ну, опять же, вопрос очень широкий, потому что очень сильно зависит от жанра. То есть сценарий, который пишется для, например, стратегии, будет отличаться от сценариев для квеста, который будет отличаться от сценария для шуток. Могу говорить, соответственно, за себя, то есть за визуальные новеллы. Из-за любой другой жанр, где повествование ведется в формате визуальной новеллы, например, Shadowrun Returns, который, несмотря на то, что вроде как тактическая RPG, вся сюжетная часть там показана в формате визуальной новеллы. Соответственно, в общем, это очень близко к киношному формату. Сценарий делится на арки, арки делятся на сцены, сцены делятся по отдельности. Отличие от киношного в том, что, в частности, у нас есть сюжетное разъявление в зависимости от решений игрока. Силу чего есть такое замечательное заключение, как ты написал сценарий, теперь напиши его еще четыре раза в таких вариантах. Чтобы еще в зависимости от игровой механики. Потому что я, например, веренит... Так, я могу написать, и тут падает сияющий. Ты пропадаешь. Кто-нибудь слышит, Илью? Я не слышу. Фактически он прям очень часто пропадает. Илюш, ты пропадаешь. Я даже не знаю, что тебе предложить в этом случае сделать. У тебя не очень хорошо слышен скайп. Вряд ли ты сможешь прямо сейчас там, я не знаю, паусить скорость своего интернета, но мы можем попробовать... Поделанием интернета. Мы можем попробовать перезвониться. Одну секунду. Я сейчас переподключусь. Минуточку. Я пока вернусь, у нас такое повествование кошмара рационалов, если кто в теме соционики. Мы будем перескакивать с темы на тему. Скорее всего, так будет весь стрим, потому что здесь и художественные, и сегодня будут вопросы, и сценарные. Так вот, что касается маски. Значит, второй вариант. Когда у нас существует слой какой-то, и на нем существует маска. Соответственно, векторная маска, которая показывает какую-то часть... Картинки, находящиеся на слою. Иногда это необходимо. Ну, то есть, я говорю, я уже... Я не слишком часто пользуюсь именно этой функцией, потому что она редко пригождается, если вы просто рисуете чисто. Но и в дизайне, в интерфейсах, в каких-то там еще вещах это бывает часто нужно, потому что... Ну, таким, например, образом создаются прогресс-бары в дизайне приложений. Вот эти вот загрузочные линейки, да, линейка целая, сверху накладывается маска, которая там программно скрывает часть. Ну, и некоторые... Я вернулся, меня слышно или не слышно? Ну, на самом деле, ты пропадаешь примерно с той же частотой, поэтому я тебя буду просить переповторять, потому что вряд ли мы именно в формате стрима. Это самое. Сейчас здесь успеем что-то настроить. Вот. Это то, что касается вопроса масок. То есть, он используется... Сейчас я немножко закончу тему и передам тебе слово. Вот. Он используется в двух случаях. Когда нам нужно красить в границах заливки какой-то, или когда нам нужно скрыть часть нарисованного слоя. Вот, я снова передаю тебе слово. Так. И я обновил твич, и чатик сказал мне что-то нецензурное. Можете повторить вопрос, который мне писали? Да, сейчас. А на ростах-то мне крайне интересно узнать, как происходит написание сценария в играх, и что на каких этапах происходит и придумывается. Особенно интересно, если игра предполагает вытвление сюжета. О, вот, кстати, сразу увидел тут сообщение. Спрашивает, бывает ли, когда верхушка не согласна с твоим сценарием. Вот как раз я об этом говорил, когда мне сказали, что моя связь не связь. И как я говорил, что написать я могу в сценарии много чего. То есть, я могу написать, что у нас бриллиантовый дракон падает сверху и анниглирует планету. Когда после чего Вера скажет, что нет, не падает, потому что отрисовать мы это не успеем, и столько денег у нас нет. Есть такая, да, так и происходит. Да, так оно бывает обычно. На самом деле достаточно. Ну, Илюша бы у нас не появился, если бы мне не нравилось то, что он пишет. Очевидно, что раз он у нас работает, значит, я думаю, что он хороший сценарист и доверяю ему. И большая часть того, что он пишет, она дальше идет в работу без особых вопросов. Но иногда, да, возникают моменты, когда что-то нельзя реализовать, или на что-то у нас разные взгляды, и мы там дискутируем, и либо мне Илья объясняет, как оно, либо я ему объясняю. Ну, то есть, чья-то точка зрения становится там потом превалирующей. Мы приходим к консенсусу так или иначе. Ну да, но бывает. Извини, я тебя перебил, влезла и все объяснил сама. Да, точно. Не, ну как, я могу еще добавить, что, например, у нас есть живой пример в первом эпизоде, где у нас должна была быть... где планировалась сцена с кровь-кишки на люстре и много расчлененных тел, но мне сказали, что рейтинг у нас все-таки на тот момент был пониже. Слушай, ты сейчас спылиришь страшно. Это была мягкая формулировка. Мы же это выкинули, в конце концов. Так что я не спорюрирую. Это как дневники разработчиков. Ну смотри. Но ты смотри осторожнее. Еще пару слов, и начнутся спойлеры. Это правда. Я умею ходить по острию ножа. Ну хорошо, ладно. Черт, это круто прозвучало, сейчас запишу иском. Но на самом деле там у тебя еще, по-моему, несколько вопросов. Народа. Я чат вижу одним глазом. Так, что-то там еще спрашивали, какие мне литературные жанры нравятся. Я прям вообще... Столько внимания, столько внимания. Это так волнует. Я на самом деле не оригинален. Я люблю фэнтези, я люблю научную фантастику очень-очень сильно. Я люблю комиксы. Особенно классику типа Алан Муровского или Нелла Геймана. Что еще? Детективы люблю мало и определенных авторов. В общем-то все. Остальное... Ну то есть, если книга хорошо написана, то мне больше честью плевать, как у урожан. А много ты читаешь вообще? До того, как я пришел к тебе, я читал много, а потом я начал у тебя работать. Шикарный ответ. Просто... Все, сразу же переменилось. Десять. Сейчас я больше читаю профессиональную литературу. То есть это за стори. Спасить котенка и прочее сценарную лопуту. Yes. Слушай, Вер, тут вот вопрос. Мне тоже, в принципе, интересно. Юлия тебе задала. А камушек по центру фото или руками? Камушек по центру фото. Хороший вопрос. Мне тоже интересно. Какой камушек? Ну вот так вот. Глаз, который похож на кружку. А, эти ачивки рисовала Марика. Вот те, которые я показывала. Это были Марикиных рук дело, поэтому не могу точно сказать, что у нее там было с референсов, с фото башен, а что руками отрисовано. Но, в принципе, руками не так уж и сложно такой камушек нарисовать. У нас, поскольку задачи плавающие, у нас сейчас в команде получается, сейчас скажу, раз, два, три, я уже путаться начала много народу, четыре, пять, шесть художников у нас, шесть постоянных, и еще двое приходящие-уходящие. И четверо из них работают на новелле. Вот, поэтому задачи циркулируют иногда очень такими замечательными кривыми. Начинали мы в две руки, сейчас их уже четыре, но у нас и скорость увеличилась. То есть первый сезон, первый эпизод, глава. Мы договорились, что теперь это глава. Первая глава. Первую главу мы пилили год, но учитывая то, что там начиналось это все, на энтузиазме, и вот, ну, постепенно раскручивался маховик, так сказать. А вторую главу мы сейчас запилим за... Ну вот, собственно говоря, в конце месяца она... В конце месяца у нас дедлайн, и это три месяца. То есть вторая... То есть у нас дальше три-три с половиной месяца на главу. Так. Пока можно Илью. Пусть он порассказывает, потому что потом, через какое-то время, я все-таки вернусь к... теории. А у тебя, по-моему, еще были вопросы, насколько я помню. Я могу буквально на три минутки отойти, да? Отходи. Угу. Спасибо. Илюша тоже смотрит чатик. Так, окей, значит, я перехватываю... Ага. Да, я тут перехватываю микрофон, как настоящий БДС. Так, спрашивают, есть... Ну, БДС это... Да, спрашивают тут меня... Кто спрашивает? Боже, этот ужасный ярко-салатовый цвет. Сайсет спрашивает, есть ли какие-то книги для обучения юных сценаристов? Да, есть. Я сейчас прямо из личных загромов закину ссылочку в чатик с архивом и будет вам что почитать. Ничтево. Нет, я даже сделаю хит... Да, сейчас я даже сделаю хитрее, на самом деле. Как только я найду нужную ссылочку... Ага, нашел. Так вот, как я упоминал, «Люблю я, значит, комиксы». И... Земля наша русская богата талантами. Мало, но качественно. Среди них есть такой человек по имени Хатчет. Он комиксист, он правильный сценарист. И он, в частности, написал отличный комикс. Называется «Скриптед». «Пиши». Вот на него ссылочка, она есть в чате. Где, в простейшими словами с картинками и лузами, описано, как, в общем-то, сценарии формируются. Вот, пока что можете полистать эту ссылочку, пока я вам запекаю архив, формирую. Сторожным я там. А, да, в таком, кстати, еще идут большое количество книг, которые не только когда-то писать сценарий, а и как писать книги, они больше ты пропал, ты пропал, пропал, вернись к нам, пожалуйста. Вот, я вернулась, если что. Оля вернулась, это здорово, а у нас пропал Илюша. Да. Пропал на месте, на том месте, когда ты начал говорить о том, что, о том, что есть материалы о том, как писать сценарий, а есть о том, как писать книги. Вот, то есть, что ты дальше, о чем ты говорил дальше? О чем я говорил дальше? В чем главная разница? Книга — это готовый продукт. То есть, вы написали, вы отослали в издательство, издательство на вас кинуло и забрало все права себе. Ну, по крайней мере, как это в России происходит. Либо вы шлите это иностранное издание, заключаете с ними контракт и что-то там, возможно, даже получите, хотя и вряд ли. А сценарий — это промежуточная стадия. Сценарий — это инструкция для актеров, художников, геймдизайнеров, в зависимости от того, какой формат вы делаете. Поэтому правила, которые работают с... Правила, которые работают с книгой, не работают со сценарием, и правила, которые работают со сценарием, не работают с книгой. Либо работают, но в полсилы. Что, впрочем, не означает, что книги по сценаристике бесполезны для писателя, а книги по писательскому мастерству бесполезны для... Сценариста. По-моему, Илюшу снова пропал. Да. Если ты что-то говорил после того, что книги для сценаристов бесполезны для А, то мы этого не слышали. И если ты сейчас что-то... Я еще не слышал? Да, вот теперь слышно, но до этого было не слышно. Понятно. Значит, я говорил, что... Я говорил, что книги для сценариста могут быть бесполезны для писателей, или книги для писателя могут быть бесполезны для сценариста. Но могут быть не означает, что они бесполезны. Ясно. Скажите, пожалуйста, друзья мои, есть ли там еще какие-то вопросы в чатике к Илье, или я сейчас какое-то время буду рассказывать про графику? Ну, вот здесь вопросы Илье. Книги для обучения юных сценаристов, это, наверное, и сейчас было, да? Я так понимаю, ответный вопрос. Дальше, Илья, сколько примерно ВН? До меня не доходит, что это такое. Визуальная новелла. Это визуальная новелла. Вот, Веру уже выучила. Какие любимые? Ну, конечно же, это Штейнсгейт. Это... Я вечно забываю их оригинальные названия. Там я сейчас закидаю. Мне понравился клонат, хотя там абсолютно правиклазная нарисовка и несколько слащавый сценарий, на мой взгляд. Хотя вторая часть лучше. В смысле, вторая половина. Ты знаешь, здесь тебя, может быть, и не закидают. Ну, здесь, может быть, и не закидают, но истинные такие утончённые ценители визуальных новелл, они всегда докопаются. Найдут и вытащат на свет. Да-да, есть такое дело. Что ещё? И вот, опять же, наверное, закидают опять же Fates Day Night. То есть наш попкорновый боевик номер один среди визуальных новелл. Очень мне оно понравилось. Я прям прочувствовал себя 12-летним ребёнком, где мы берём одного гигантского робота и кидаём его на другого гигантского робота. Правда, нет гигантских роботов, но я думал, вы поняли, что они выйдут. Да, вполне. Господи, какие крутые кнуты! Я вот сейчас смотрю, я рисую кнут, смотрю референсы. Посмотрите, какая чума. И тут ещё вопрос, Илья. Вот. От Алины Кагай. Илья, моя учительница по-русскому говорит, что без грамотности и начитанности сценаристом не стать. Как думаешь, это правда? И как у тебя было с русским языком и литературой? Так. Касательно начитанности вашего преподавателя, так и права. Касательно грамотности тут как? В принципе, грамотность, конечно, важна. Но приемлемо, если сценарист может при написании пропускать некоторые ошибки, просто тогда часть вашей зарплаты идёт вашему корректору. Очень правильно расставил акценты. Просто вот муа! Как у меня было с русским языком и литературой? С русским языком у меня было всё нормально. Я помню, я там набрал... Я сдавал ЕГЭ, когда он ещё был в стабальной системе. Я набрал 97 и 100. В моей семье был праздник по этому поводу. Так и сейчас тоже вроде 90-бальная, разве нет? Ой, 100. Я, честно говоря, поднимите, я даже не помню, есть ли он ещё. ЕГЭ? Я не слежу за этим. ЕГЭ есть. Вот у нас, что ли, на своей шкуре сейчас, да. Да. То есть я частично в этом году, частично в следующем. Но там, смотря какие предметы, если я не ошибаюсь. Вот. А вот с литературой у меня всё было очень-очень плохо, потому что когда меня спросили, сказали мне так, я спросил, что писать сценарий по войне и миру, мне сказали, пиши, как думаешь. Я написал, что большая часть персонажей инфантильной дегенераты, которые не способны принимать собственные решения. За это мне поставили два. И на этом моё отношение с советским подходом к литературе не задалось. Я очень быстро поняла, что моя преподавательница по литературе обожает горы воды про там и научилась формулировать это всё в этих самых выражениях, которые ей нравятся. И с тех пор получала пятёрки по сочинениям, хотя не читала половину того, что она задавала. Но, в общем, я поняла, как их писать и продала душу дьяволу. Я ещё ленивый при этом, поэтому я просто переписывал те, которые были в этих сборниках лучше сочинениями. Да ладно, так же и неинтересно. Ты сама пишешь сочинения по литературе. Да, я читаю произведения и пишу по ним сочинения потом. Всё, мы молчим. Но произведения... Да, произведения это я читал, но моё мнение не оценили, поэтому... Ну, потому что просто мнение учителей и учеников расходится и обычно происходит так, что, соответственно, мнение учителя важнее, вот, и якобы правильнее в основном. Так что тут лучше просто... А занавески просто были синими. Да. Так, о, всё. Свершилось. Секунду. Я залил такие архив с книжечками. Правда, я не справился с Вандрайвом, потому что тут будет ссылка на Яндекс.Диск. Вот она тут. Я не помню, сколько книг я туда уже запакал, на самом деле, потому что архив я создал давно. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять книг. Каждая из них хороша. Некоторые на английском. Ну что ж. Если ещё не на английском, то это вы зря. Ты знаешь, что я сейчас поняла? Я не знаю, как выглядели викторианские корсеты. Мне сейчас нужно снятый корсет нарисовать. Может, и рейф какой-нибудь найдёшь. Я? У нас есть один из персонажей в корсете. Да, только не факт, что он там сильно викторианский. Справедливо, а на секунду. Хотя я, по-моему, нашла корсет нашего персонажа, но в любом случае. Сравнить хотя бы. Вот, пусть будет, вот, скажем. Так, куда ссылку-то кидать в чатик или в скайп? В скайп. Но я всё равно сейчас его покажу народу. А, ну, в принципе, не так уж и сильно отличается. Ну да. Пассивочки. Погоди, а сиськи поверх лежат. Ну, я всегда думал, что сиськи лежат в. Да, но тут, видишь, как? Вот эта же спина. Сейчас. Получается. Сейчас я покажу, как он выглядит на женщину. Да. А то получается, как-то вот у меня пока в воображении это выглядит вот так. опять же. Ещё посылок на гонку. Ну, тут не поймёшь, где там они у неё лежат. То есть, вот сам корсет, вполне возможно, что сверху там какая-то маечка. Скажем так, я думаю, что я могу отличить голые сиськи, когда я их увижу, поэтому их там нет. Ладно, я поверю твоему опыту. Та-да! Договорились, их там нет. Хорошо, ладно. А, да, вот опять же, сейчас у меня опять полетят помидоры, когда я играл в «Бесконечное лето» и мне понравилось. О, господи. Можно я первая? Да, валяй. Прямо. Стоило того. А, корсет же у нас расстёгивается сзади. А, нет, наш корсет расстёгивается спереди, тут ничего не попишешь. Мы просто пощадили этого персонажа, да. Ну вот, у нас же есть эта самая сцена ещё пока недорисованная. Так. Вот у меня опять же вопрос. Вот там у нас корсет спереди расстёгивается, ничего не поделаешь, уже всё. Так, я так понял, что меня прям Оля спрашивает или это просто кто-то решил оригиналить? Где что? Чего, Прозорова Оля тебя спрашивает? Прозорова спрашивает. Прозорова, насколько я знаю. Да, это наша Оля, она тебя и спрашивает. Что она спрашивает? Слишком много, Оль. Так, она спрашивает меня, как ты стимулируешь себя в работе? Ведь умственный, особенно творческий, труд совсем не прост. Верю ли я в мотивацию? Значит, у Веры есть плюшевая катана. ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты продолжай. Который меня временами она либо её сам бьёт по голове. Она, кстати, смешно пищит в процессе Прямо отдельный Так, если Да, если серьезнее, то Я просто никогда не подходил В формате, верю ли я в мотивацию То есть это как, не знаю Санта-Клаус, Иисус Дед Мороз, мотивация То есть он никогда не вписывался В этот ассоциативный ряд Наверное, да Я никогда не осознавал, что я в нее не верю Поэтому да Я прям, я сильно Озадачил, верю ли я в мотивацию Так, танцуем дальше Вопрос Моя эго, я прям чувствую Как оно Пухнет Сдувается Да Ты смотри Как аллергик После того, как силарахет Да, нужно, чтобы оно в понедельник Поместилось В комнате В результате У меня вместительное кресло нормально Ладно, хорошо Но эго хватит Здорово Так, дальше А с чего Сонаристу Стоит начинать А вот тут Я просто Четырю Воспользуюсь Собственной же ссылочкой Которую Я уже согрел А, сонаристу А, сонаристу Получше Включите Ага Вот это Ссылка С этим Архивом Там есть Книжечка Зус Вот В Зесторе Есть, если всего прочего Практические упражнения Вот с них Можете начинать Четыре Офигеть Мне прямо сейчас Захотелось Начать Какие-нибудь Практические упражнения По сценарию Ты очень Зразительно Это рассказываешь Да я вообще Хорош Кто бы сомневался Да Вот он Дальше Спрашивает Ли Ива Прям понравилось И да Там много помидоров Которые я очередями Выстреливаю Сценарий И это не только Сценарий Но она так Она душевная Она прям Не знает Это как Тот Кематоген Из 90 На 1 рубль 50 копеек Есть в нем Что-то такое Верди-пердозное сравнение И да Пожалуй Что-нибудь Спойте Вот этот вкус Дешевого Пойнищего детства Если вы понимаете Что я имею ввиду Дальше Дайте мне вопрос О да Деточка Все мне Все мне Где я нахожу Вдохновение Кстати Я там находила Одно Может быть Твое Как раз было Что мое Вдохновение Ввалялось Вчера Там На столе Нет Не вчера В пятницу У меня кончились А да Вот У меня есть Кстати Конфеты КПС Которые Заправляю Бутляр С головой Пинки Пай Это Вот одно из Где еще Ну я конечно Наверное Не оригинален Я смотрю Кино Сериалы Аниме Я читаю Я Играю В видеоигры Самый лучший способ Получить новую идею Это Подобрать Качественные контенты Ничего Хочу Пока не Принято Есть еще ЛСД Но я Как-то Пока не Отвечу Кстати На выгорание Я Скискиваю Зубы Превозмогаю Правильно Да Вот Было такое Что надо писать А сил нет Во Это опасная Фраза На самом деле Как только творчество Становится Методом Зарабатывания Денег Вопрос Выгорания Перестает Ну то есть Как Приходится Учиться Работать Даже В момент Выгорания Это Я думаю Касается Всех И художников И сценаристов И вот Музыкантов Которые нам Сейчас музыку Пишут И Ну Всех этих Моментов Потому что Тут ничего не поделаешь Ни один Производственный Процесс Не заточен Под Выгорание Работников Ну да То есть Любое Стабильное Производство Требует Чтобы вы работали Как автомат В общем-то Три-четыре Просредственных Дедлайн Отлично Вас этому Учатся Прегестирать Или Вас уволят Да Так Примерно И происходит Нет Ну есть Другой Вариант Вас Смогут Не уволить Но Ну то есть Не каждое начальство Увольняет Сразу после Ну то есть Сразу Как бы Не то что Сразу Не каждое начальство Увольняет Выгорающих Творческих Людей Но Я видела Такие проекты В них Выгорают проекты То есть Если начальство Никак не реагирует На ситуацию Когда Работник Перестает Производить Проекты К сожалению Не живут То есть Здесь уже Такие Взаимосвязи Поэтому Наверное Но вообще На самом деле Интересный Да Вопрос Окей Там Его Нельзя Там Выгорать Но При этом Наверняка Существуют Какие-то Методы Которыми Ты борешься С этим Состоянием Когда Там Вот горят Дедлайны И все Вот это Нужно Обязательно Сделать А у тебя Не прет Вот не прет И все Тут Ну Тут На самом Деле Мне кажется Систематизация Работы Отлично Решает Эту Проблему То есть Ты знаешь Что писать Дальше Это ключевой Момент Да Пожалуй Как только Ты понимаешь Пока У тебя Есть Унятная Карта Куда Двигаться Это Уже Сильно Прощает Жизнь Ну Тогда Тут Все Похоже Получается Действительно На Художественную Тему То есть Примерно Те же Самые Принципы Работают Так О Кстати Вот Тут Меня Спросили Какие Аниме Я смотрю И сразу Вторым Очень Удачный Комент Я вот Вспомнил У меня Спрашивают Про визуальную Новеллу Есть Одна Визуальная Новелла Которая Поветую Всем Black Bible Это Чистейшая Воды Порнуха Но Там Отличный Сценарий Японцы Так Умеют Вот Мне Сейчас Тоже Захотелось Я Сейчас Тоже Много Нового Интересного Узнаю Во Время Этого Стрима Потому Что На самом Деле Казалось Быть Работаем Мы Вместе Уже Сколько Скоро Год Наверное Не Скоро Но В общем Давно Уже Работаем Вместе Но На Работе Нам Такие Разговоры Вести Некогда Сурово В поте Лицо Пашем Вот Так Что Прям У меня Сегодня Тоже Вечер Открытий Так Касательно Аниме Ну Что У меня Есть Два Любимых Там Люто Любимых Аниме Которых Это Мава Вхтагн Славь Всего Веки Веков Это Блэк Лагун То есть Да Она Тот Самый Боевичок Блэк Лагун А Чёрная Лагуна Я даже Наверное Могу дать ссылки Если нужно Если у кого возникнут вопросы Это Да Тот Самый Боевичок Про бандитов Который Отлично Выписан С точки зрения Построения Персонажа То есть Там нет Персонажа Функционалов У всех Есть Характер У всех Есть Прошлое Все С течением Времени Развиваются То есть Нет Ни одного Персонажа Кроме Тех Кто Умер Раньше Которые Остаются В одном Том Состоянии На протяжении Всего Таймфрейма Повествования Второе Это Монстр The Monster Это Аниме Я не могу сказать Что там Древнее Как говно Мамонтон Но Что-то Близко Он был Нарисован В 2003 Году Вернее Началось Да То есть Те Времена Когда Аниме Было Соотношением 5 на 4 Квадратикам То есть Когда вы будете Смотреть На мониторе У вас будет Вертикальная Черная Линия К краям Слишком много Междометий Надо это Справлять Ну И Вот Там 74 серии В этот Монстр И Там Нет Ни одной Проходной Серии Там Нет Ни единого Провисания Сюжета Там Нет Ни единого Бесполезного Провисания Ничего Круче Я В принципе Не видел Он Может Быть Немного Длинноват Но Я Честно Сказать Достаточно Спокойно Отношу К затяну Произведения Но Это Чисто Моя Вкус А Вот Туда Ш Комментарий Так Вот Меня попросили С Облаколокон Сейчас Вам Будет Слух Так А я Пока Накидала Все Эскизы Все Эскизы И потихонечку Начну Рисовать Наши Ачивменты Как вы Наверное Успели Заметить Одно Из Отличительных Особенностей Такого Типа Графики Что Она Вписана Чаще всего Вписана В квадрат Иногда В круг Иногда В прямоугольник То есть Все 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 элементы Которые Вы рисуете Должны Не только Вписываться В квадрат Органично Но и Как-то Композиционно В нем Существовать И Чтобы Это было Красиво То есть Здесь у меня Папироса Она не очень Вписывается В квадрат Далеко Не все В принципе Предметы Нормально туда Вписывают Но у нас Есть возможность Делать там Например Тенюшку От нее Впоследствии Ну или что-то Там Может быть Пепел Я здесь Брошу Чуть-чуть И Дым Чтобы Поддержать Квадратную Тот самым Композицию Соответственно С какими-то Предметами Проще Будет Там Если это Кнут Или вот Этот самый Корсет Гребень Тоже нормально Вписался А какие-то Вот руки Вертикальные И руки Горизонтальные Вписываются Не очень хорошо Иногда Такие моменты Можно Убирать За счет Дополнительных Каких-то Элементов Например Свечение Но они Не всегда Уместны И здесь Просто Остается Стараться Чтобы Композиция При этом Оставалась Равновесной И как-то Примерно Все-таки В квадрате Это все Нормально Существовало То есть Руки Я здесь В результате Максимально Обрезала Они там Длиннее Сделало Побольше Чтобы Они Вот тут Вот Ну вот Это Одно из Самых Таких Одна из Самых Неудачных Композиции Тут просто Ничего Не поделаешь Потому что Иначе Не изобразить Вот эту Ачивку В другом В другом Виде Но Примерно Так Дальше Я сейчас Буду Их Соответственно Делать Там Цвет Объем И Всякие Прочие Штуки И Здесь Мне будет Важно Соблюдать Единенаправленное Освещение Тень И Какие-то Стилистические Вещи Которые Проходят Во всех Ачивках Для всех Они Одинаковые То есть В принципе Вот этот Пак Чего угодно Ачивок Иконок Прочего Прочего Должен Содержать В себе Какие-то Одинаковые Особенности Это Цветовая Гамма Это Направление Освещения Она у нас Слева Сверху И вот Например У нас Все Элементы Там Какие-то Руки Уши Лица И прочее Сделаны Под золото Также Я сейчас Буду Рисовать Эти Руки Следующие Ну Вот Такими Типа Золотыми Какими-то Ну Я не знаю Что это Эмблемка Фигурка Там Что-то Такое Так Спрашивает Опять же Ольга Отличный Вопрос Она Спрашивает Как я Себя Ощущаю Когда Получаю Внешний Вид героя От художников Насколько Виднее Художников Совпадает С твоим Ненавижу Ли я вас Так Это Штирлиц Вас я попрошу Остаться Я Заинтригов Я Отношусь К этому Вполне Нормально Потому Что Было бы Наивно С моей Стороны Относиться С художником Ко Таким Самоходным Принтером Который С чистого Из моего Подсознания Картинку Идеально Переносит Ее В цифровой Формат Это Все Таки Наверное Не самое Удачное Слово Но Сотворчество И Требовать Чтобы Это Полностью Подавалось Чисто Моему Видению Не Стоит То есть Некоторые Персонажи В частности Переживали Достаточно Серьезные Изменения И Мне кажется Даже Это Пошло В плюс В конце Концов Потому Что После Я увидел Финальный Арт Я понял Что Козначение Задумки Они Не Совсем Подходят Просто Мур 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 Я На самом Деле Видела Я Не знаю Насколько Часто Это Происходит Потому Что Мне В отчитку Попадает Уже Финальный Вариант Сценария Но Я Видела Как Илья Переписывал Какие-то Реплики Или вещи Когда Получал Арт То есть Если У нас Персонаж Появлялся Не до Того Как Он Начинал Писать Его В сценарии А после То я Видела Во всяком Случа Один Раз Переписывался Персонаж Но Один Раз Нам Пришлось Перерисовать Персонаж Ну Это Собственно Наш Гарри Вначале Сам На старте Разработки Когда Мы Работали С другим Сценаристом У него был Другой Внешний Вид Но Когда Пришел Илья Его Концепт Гарри Не вписался Абсолютно И Он Был Перерисован Но Нам Тоже Нам Новый Гарри Нравится Больше Мы С Олей Прониклись К нему Любовью Особенно С тех пор Как Она Нарисовала Сколько Там Маскатов Его Ну В общем Успела Вскрыться Все равно Так Сейчас Это Прикинуть Надо Сейчас Посчитаю Ага Так 6 или 7 Ну вот Да Это уже Когда Начинаешь Потихонечку Сходить С ума Когда Нужно Фотореалистично Изобразить Одного Человека В 6 Разных Эмоциях Я Вот Например Аниматором Наверное Проще С этим Потому что Ну Как-то Они Привыкли Заточены Под Это Это Вот Знаешь Вот Эти Фразы Типа Я Когда Пишу Третий Вариант В зависимости От ветки Одной Тоже Сцены Думаю Наверное Художникам Проще В это Время Художники Рисуют Седьмой Маскот А Наверное Аниматором Проще Аниматор В это Время Анимируют Одну Тоже Модельку В 17 Раз Наверное Наверное Оператором Проще И так Далее Ну Да Да Хорошо Там Илья Потребуются Тебе Помощники Сейчас Я Перефразирую Вера Потребуются Ли Помощники Нет Ребят Все Нет На самом Деле Илюш Пока Справляется Поэтому Ну Скажем Так Когда Мы Закончим Визуальную Новеллу Решим Что будем Делать Дальше Тогда Соответственно Будем Думать Возможно Мне Понадобиться Штат Человек Для Скажем Описательных Функций Либо Для Прописывания Персонажей Потому что Мне иногда Приходится Переписывать Фразы Потому что Они все Разговаривают Одинаково Как я Думал Многие с этим Сталкивались Кто пытался Писать Но Это Не сегодня Не завтра И даже Не в этом году Да Абсолютно Верно Излагаешь Мысль Вот Фраза Хорошая Наверное Мертвым Проще Касательно Внажников Сонаристов Аниматов И так далее Я уверен Даже там Что вот Я тут Лежу Наверное Тем Кому Примировали Они Прах Им Удобнее Кому Примировали Думали Да Я смотрела Совершенно Чумовой Фильм Поперосная Бумага Коричневая Да Это Это просто Этот самый Я сейчас Когда закончу Делать Это до конца Я объясню Что происходит Вот Смотрела Кофе носить Нет Секунду Тут говорят Что типа Понадобится Помощник Чтобы носить кофе Нет Мы сидим В тесной комнате И у нас чайник Всегда Так что нет И будем Так Попы поступать Да На самом деле Это Я Ценю Энтузиазм Людей Которые Очень хотят Попасть В команду Любым способом Который Только Возможен И наверняка Им кажется Странным Что Их энтузиазм Не находит Отклика У Ну Соответственно У Руководителей Тех мест Которые Они хотят Попасть Потому что Казалось бы Ну Я просто Согласен Там Часто бывает Да Я согласен За еду Или я просто Хочу Присутствовать Смотреть И так далее Там Я ничего У вас не прошу Почему так Происходит Почему не хотят Меня взять Возникает Наверняка Ощущение Несправедливости Я могу На это Ответить Что Любому Человеку Каким Бо Он Был Бесплатным Инициативным Требуется Место И Внимание И У Небольших Команд Большие Проблемы Как раз Вот с этими Двумя Вещами Потому что Пока Все Только Начинается Пока Все На Старте Время Каждого Участника Команды Распределено Вплоть до Минуты И у каждого Огромное Количество Задач Больше Чем В принципе Как бы Должен Бы Иметь Человек На такой Функции Ну то есть Даже не то Что больше Чем должен Быть Чем Должна Быть Просто Нет Специализаций Нет Разделения На то Что Человек Который Пишет Персонажи Человек Который Рисует Фоны Человек Который Еще Что-то Делает Все Делают Все Подряд И Илья Пишет Сценарии Пишет Какие-то Геймдизайнерские Штуки Пишет Контент В группу В нашу Еще что-то Пишет Да-да-да-да Я пишу Рассказ Который Я Приквел К Визуальной Новелли Мы его Выкладываем По кускам В группу Что еще То есть Да Можно сказать Что еще Геймдизайнер Потому что Я еще Пишу Описание Миниигр Их Механик Что я там Еще-то делал Чайник Принес Опять же Чайник Принес Замечательный Человек Вот И получается Так что Каждый Занимается Кучей Дел И Все его Время Строго Распределено Ну а что Касается Места Из-за того Что в частности Офис пока Небольшой Часть Художников Которых Мы сейчас Уже можем Себе Позволить Как команда Которая Рисует Графику На аутсорс Мы Их Не можем Посадить В офисе То есть Там такие Какие-то Моменты И В результате Происходит Такая Ситуация Что любого Вида Стажерства Приношение Кофе И так далее Там подобное Команде На этом этапе Принесет Больше хлопот Чем пользы Даже учитывая То что человек Может не просить Ничего взамен А когда команда Становится крупнее Когда есть Свободные ресурсы Есть менеджеры У которых Есть какое-то Время Есть какое-то Место В которое Можно человека Посадить Чтобы он там был Есть художники Программисты Сценаристы И все прочие Которые Не делают 10 дел Одновременно Тогда же Можно брать Стажеров Развивать их Учить И Дальше Смотреть Что из этого Выйдет Вот Вот собственно Такой Можно сказать Развернутый Ответ На Заданный Вами вопрос Кстати А музыка У нас играет Просто у меня Выключен Твич Что у нас За музыка Слушай Я пока так и Не добралась До музыки Которую ты мне Скидывал Вот Чувачка У которого Свободная музыка Поэтому играет Пока моя Обычная Стримовая Ну просто Чувачка Надо будет Упомянуть Он конечно Этого не требовал Но все таки Я сейчас такой Добрый Хороший Человек Конечно По любому Упомянит Была практика Когда у нас Играли Играла музыка Просто я делала Объявление И ребята Кто хотел Чтобы Кому было не жалко Свою музыку Это самое Как это сказать Не то что не жалко А вот Кому хотелось Кому это было интересно Они нам давали Свою музыку И мы вот Про них рассказывали Немножко упоминали И стримили под них Я у меня Я еще постримлю Наверное Под Baden Beats Очень замечательная Музыка Мне самой нравится Но Сейчас у меня Получается так Что стрим Как-то он Внезапно наступает То есть В воскресенье Еще чем-то забито Постоянно Но про неделю Я вообще молчу А? Стандартная ситуация Да Про неделю Я вообще молчу Поэтому к стриму Обычно все Что я успеваю Это быстренько сесть Там все включить Настроить И начать стримить То есть подготовиться Времени практически нет Но Сейчас мы потихонечку То есть Это стандартная Совершенно ситуация Для стартапа Для первых лет Стартапа Это как бы По-другому и не будет Когда начинается Какое-то собственное дело Первые пару лет Можно себе сразу Кол в задницу Засунуть Я извиняюсь за Выражение Но и ничего не почувствовать При этом Никакой разницы С реальностью Вот Мы уже потихонечку Переходим на более Спокойное существование У нас появляется Такая роскошь Как Проджект Менеджеры В общем Какие-то Возможно Еще В каком-то Обозримом Будущем Помощники И оптимизаторы И у нас Там Растут Свои Лиды И Люди Которым Можно потихонечку Передавать Какие-то Организационные вопросы Все налаживается И времени Становится Побольше Постепенно И Я рассчитываю Очень Что Когда Закончится Вот именно Такая Активная Какая-то Активная Текучка Я буду Чуть-чуть Побольше У меня будет Возможности Для Ведения Ну то есть Для более интересных Каких-то Ивентов В группе Стримов И так далее И что-то там Будет Вот Потому что Сейчас Это у нас Everyday Sketch Стримы Которые Самые Ведутся Уже По накатанной И Курс Сейчас идет По лицу И в общем-то Все Это там Посмотрим О чем мы говорили А кстати У нас же есть Мы говорили Об этнезиазме О том Почему Сейчас Это не очень Хорошая идея Я вспомнил У нас же есть Уникальный способ Единения Рабочих Как же это слово Это называется Которые очень HR любят Коллектив Смотрим Единения Коллектива Так Продолжай Когда мы Включаем Чей-то музыкальный Лист Вконтакте Я унесла Колонки Не забывай Да Но теперь Ты унесла Колонки И веселье Кончилось К сожалению У нас тут Произошли Небольшие Перемещения В связи с тем Что Алеша Вышел в офис Соответственно Там Немножко Пересадились До этого Мы сидели В одной комнате Вчетвером Я соответственно Художницы Маша Катя И Илья И у меня Стояли колонки И мы Действительно Это шикарное слово Тимбилдинг Тимбилдинг Вот Боже Расскажи его еще раз Тимбилдинг Такое произношение Прямо слова Да Да вот Обязательно Именно с таким Тимбилдинг Вот Тимбилдинг 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 В общем мы Включали по очереди Плейлисты друг друга Почему здесь ничего нету Снятый корсет И Это все Плейлисты друг друга И ну соответственно Да это замечательный Способ Узнать друг другу Получше Ну сейчас я Уволокла колонки В Комнату В которой Сейчас буду сидеть И все Лафа закончилась Ну в смысле Лафа Мы не знаем Какой Плейлист у Алеши Может быть Я вас спасла Всех Между прочим Ну да Справедливо А может и нет Мы никогда этого не узнали Ну кто знает Я не знаю Вы можете сейчас Наушнички Друг другу Передавать Мы слишком Бленивые Для этого Ну да Нет Это просто уже Будет не совсем удобно Ну да Что там у нас в чатике происходит Ну просто То как мой твич завис Там явно что-то произошло На самом деле мне не нравится Что твич не сохраняет историю Или я просто не умею пользоваться Нет он действительно не сохраняет Нет он не сохраняет Вот так подолка Ребяточки А кто-нибудь вообще следит за чатиком Я слежу Супер В общем так Здесь вопрос Как называется программа Которая линию выравнивает Линия тянущаяся за курсором Ага Лэзи не зуми Так И дальше вопрос Что у вас в студии прибавления Ну это наверное Это про Лёшу видимо Наверное да Да Про Лёшу видимо Да у нас Прибавление У нас Была открыта вакансия Соответственно Когда мы её открыли Ты господи Неделю наверное полторы назад Я повесила вакансию Мы Растём У нас Помимо Собственных проектов Новеллы Ещё одного проекта Который сейчас в разработке Мы активно Качаем Художественную Часть Студии И работаем на аутсорс Вот Делаем пакеты графики Для заказчиков Для игр Вот И Ввиду чего Сейчас у нас Растёт Тоже ширится Это направление У нас Открылась вакансия Пару недель назад Ну и закрылась Ну и закрылась Да Благополучно закрылась У нас Теперь работает Лёша Мельников Соответственно Если кто не знает Тебя не знаю Кто не знает Но я вот например Год назад не знала Ведущий стримов На CG Speak И один из администраторов Группы Digital Painted Classes Ну вообще Медийная личность И Внесшая Большой вклад В В В Популяризацию CG В России И на самом деле Наверное Наибольшая Наибольшая полезность Которую Можно Здесь найти Это то что Он Способствует Появлению Обучающих Каких-то материалов Расшариванию Информации Ещё чего-то Они Ивенты Мутят Отличные Соленые Солисой Простите Отличные Соленые Эффектус Вот Соответственно Там Everyday Sketchy Не Everyday А просто Так Нет Подожди Как они Называются Sketch Day Sketch Day И в Москве На которые На ближайшем Мы очень хотим Пойти Всей Командой Порисовать Себя Посмотреть На других Показать Ну Собственно Я была На двух Sketch Day И вот На последнем Не была Сейчас Следующий Который Будет Очень хотим Сходить Ну вот Соответственно Таким вот Касательно Материалов Всегда Пожалуйста Как нибудь Еще Наверное Я смогу Скинуть Про написание Книг Про написание Комиксов У комиксов Кстати Есть отдельная История Посмотрись Потому что Там вступает Такое Как раскатровка То есть Расположение Фреймов На странице Интересная Тема Да И характерная Черта Между прочим Комиксов Которые Рисуют люди Которые Шли из кино Там прям Видно Что Комиксы Нарисованы Как раскатровки Для фильма Напазмер Фреймов Положение Фреймов А Леша При этом Я сейчас Немножко Расскажу Новостей С передовухи Кладезь Читерских Приемов Мы как раз С Машей И Ярцевой В пятницу Обсуждали В пятницу Первый рабочий день Хорошо Кстати говоря Отличная практика Выводить человека В пятницу Вся пятница Ушла Ну половина пятницы Ушла на настройку Всяких там Систем Корпоративных Почт И прочих радостей Но порисовать Тоже успели Мы как раз С Машей Обсуждали Что традиционные Художники Вот да Казалось бы Традиционное Образование Там как-то все круто Академия База Там бла-бла-бла Как-то все офигенно Не спорю Это действительно Офигенно И многие вопросы Решают Помогают Там с ними Проще справиться Спасают И так далее Но есть один минус Достаточно Очевидный Ну в смысле Не то что очевидный Достаточно Ощутимый Очень трудно Изучать Компьютерные Технические Сиджишные Приемы Которые облегчают Жизнь Художнику Потому что Нас С детства С молодых ногтей Учат Вот карандашом Взял карандаш Взял бумажку Краску И фигаришь И все что Вот ты можешь Своими руками Вот как тузик Грелку Нарисовать Тут спрашивают Про складку Что? Что про складку? Что за у корсета? А что у корсета За складка сбоку? Спрашивает Нас Лори Эй Это не складка сбоку Это косточки Но они пока В набросочном состоянии Я их еще сделаю Нормально Ну то есть это Скетчевое Такое состояние Если она вот Про то что здесь Типа складочка Это уберется Так вот О чем-то Пешья Соответственно У художников Традиционных Блин я так красиво Брехала Сейчас я что Сейчас подожди Мне нужно Мысль Теперь вернуть У меня так все По накатанной Шло У традиционных Художников Существует Представление О том Что они рисуют Вот как Маша сказала Сопротивление Материал Постоянно Преодолевают И для того Чтобы Изобразить Что-то Художнику Нужно Научиться Со всем этим Обращаться С карандашом С красками С бумагой И так далее Мы очень сильно Привыкаем Что все Что мы можем Изобразить Это то Что мы можем Сделать руками И поэтому Когда мы приходим В CG Мы берем Открываем Photoshop И начинаем Там рисовать Руками Мне казалось Что я Достаточно Много знаю Каких-то Приемов То есть Ну На самом деле Я много Какие Много Использую Фильтры какие-то Там Всякие Текстуринг Режим наложения Слоев Цветокоррекцию Там Смещение По цветам Ну Что только Не использую При этом В пятницу Только вот Пришел Неровные кости Только пришел Успел нам Пару четкодов С Машей Показать Несколько приемов Которых мы не знали А просто потому Что даже не лазили Просто потому Что Задачу Нарисовать Мы берем И рисуем Такие вещи Очень сильно Экономят Время И Если Дело касается Просто там Творчества То есть Художник сидит Вот он Рисует Для себя И все И трава Не расти Как нарисовал Так и Выложил Пока не нарисовал Не выложил То там Конечно Не важно И Можно Сколько Годно Долго Этим Всем Заниматься Как только Вопрос Касается Работы Скорость Начинает Быть Очень Важна И Бывают Ситуации В которых Скорость Может быть Важнее В навыках И качества Потому что Художник Который Рисует Очень Круто Но Медленно Будет Не окупаться И Вот Леша Показывал Какой-то Прием Новый А я Смотрю На него Ну вот Показывает Все Я понимаю Что Мне Не хочется Вот Вот Все Сейчас Лезть Что-то Там Господи Я Руками Могу Какой-то Функционал Новый Учить Что-то Делать Зачем И Вот Это Сопротивление Приходится Преодолевать Заставлять Себя Выучить Как Это Работает Как Это Можно Применить Потому Что Потом Уже Когда Натренируешься Вот Это Все Дело Применять Ты Повыщишь Свою Скорость Это Здорово Это Преимущество И так Дальше Технического Бэкграунда У него Нет Такого Выбора Руками Или Не Руками Он Может Применить Какой-то Технический Момент И Добиться Какого-то Изображения Не Применить И Не Добиться Его И Поэтому Он Активно Шарится Вот Это Все Изучает Смотрит И Может Обладать В результате Гораздо Большим Арсеналом Что На Этапе Си Может Быть Более Важным Чем Академический Рисунок Вот Такое Открытие Я Сделала Для себя В прошедшую Пятницу И К слову Об открытии Тут уже Весь чатик Просто Взорвался Слюнями По поводу Этих Читов И спрашивают Когда Ну конечно Мы их Выдушим А это Не я Это уже Леша Спрашивайте Идите Идите В гнездо Терроризируйте Лешу У нас Теперь Новый посыл Катитесь К Леше Нет Катитесь В гнездо Нет Почему Катитесь Можете Туда Дефилировать Аккуратно Очень прилично И достойно Маршировать Строем Вообще Какому Больше Травится В общем Да Дамы Господа Вот Арт Нест Заходите Там Есть Леша Можете Его Пытать На Тему Его Читов Интересно Узнал На что Подписывался Когда Приходил К нам На собеседование Отличный Вариант Конечно В контактах Я его не вижу Он есть Там просто Выводится Только 6 Контактов Если ты Посмотришь Контактов Там Больше Все Да Вижу 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 Вернее Только 5 Контактов Выводится Поэтому Там Пропали Марика И Леша Кто Первый Встал Того И Тапки Лори Вот Собственно Привел Ссылку Группа Художников Нашей студии Такое Объединение Разных Маленьких Эго В одно Большое Кластерное Эго Как сказал Как сказал Можно я Это в описании Группы Запишу Забит А на Леша И не знает Чего ждет Конечно Предупредить Что Да В понедельник Предупредишь Ваш Теперь Вы вместе Сидите Во Так Леша радовался Что у нас Очень лампово У нас лампово? Да Ты знаешь У нас лампово А ты не заметил Нет? Ну как Я все еще считаю Что нужно купить Вот эту дешевую полочку Для душа И поставить на нее Награду За Лучший Этот С Девгама За лучшую Гру Девгама Прям Прям Ты вообще А что тебе мешает Кстати говоря Инициатива наказуема Где полочка Я не поняла Ну это Ну это Ну как Нормально Общались Чего сразу Приноси полочку Мы тебе компенсируем Морально Несколько Пока что По остаточному Принципу Происходит Но Вообще Мы хотим Проводить стримы Со всеми Ребятами И у нас Целое Гнисто Замечательных Художников Некоторых Некоторых Вот Правильные Мысли Ребятами Ребятами В 16 лет Самое то Тебе лучше знать Чего Ну да Да На самом деле Очень хорошая Практика Стримы с гостями Каждый раз Когда кто-то Приходит в гости У нас Жжение Просто происходит Очень весело А вот здесь Кстати Еще предложили Как можно Заставить Человека Какого-то Художника Стеснительного Пригласить сюда А так И вот так Он написал Не придете Будете без зарплаты Вот А еще здесь Появился Очень неприятный Человек Которого надо Заблокировать Я так думаю Да Смело Ты можешь О Я вижу Этого неприятного Человека Смело Давай Палкай его Я забавила Да Как это Банхаммер Называется Да Банхаммером С разворотом Слушайте Ну я поздравляю Это твой Первый Банхаммер Я так понимаю Да Ура Ура Наконец-то Будет отметить Спасибо всем Кто верил в меня Теперь можно и помирать Спокойно Да Нет И нам еще Нужно Чатик Читать Ну ладно Тогда я пока Еще Оставайся Что там А Про то Что не придешь Не дам Зарплату Не У нас Губа Добровольное Участие В социальной Жизни Команды И Каждый Каждый Кто что Может Хочет Показать Сказать И так далее Потому что Работа Она конечно Понятна И там Иногда без обязаловки Никак И без дедлайнов И без всего прочего Общение По обязаловке Это какой-то Силиконовые сиськи Вот Поэтому у нас Все это Сугубо Добровольно Кто во что Гораст Кто что Хочет Кому сказать Показать Сделать Оно Все На Энтузотизме Кстати Основание Гребешка Не только Напутается По Алексею Левану Вот Два глаза И вот такая Характерная Безумная Луба Да Есть такое Я тут Зависла Немножко На этих Гребешковых Завитушках Но зато На самом деле Это почти Все Что этот Гребешок Составляет Так что Считаю Он будет Почти Нарисован После того Как я Его Дорисую Что я Сказала Сейчас Ну да Он будет Почти Нарисован После того Как я Его Дорисую Понятно Тут Есть Вопрос Тебе Вер От Одис 343 Вера Добрый вечер Подскажите Как Как Можно Научиться Делать Такие Красивые Загогулинки Сколько Стараюсь Получается Очень Отвратительно Вы Знаете Здесь Тот Момент Когда Спасает Только Практика Вот Как Прописи Во-первых У меня Все-таки Лазинизуми И Что Касается Именно Цифровых Загогулинок С Лазинизуми Они Проще Это Программа Стабилизатор Кистей И Если Я Например Сейчас Ее Отключу То Загогулинки Будут Несколько Кривее То есть Вот У них Возникают Какие-то Артефакты И Не Совсем Не Совсем Не Всегда Они Правильно Закругляются То есть Если Я Сейчас Включу Ее Обратно Они Идут Поплавнее Ну Особенно Если Там Настроить Вот Эти Вот Те Самые Сглаживания А во Вторых Это И реально Как Прописи Во Первых Смотреть Орнаменты Рефы Орнаменталистику Во Вторых Рисовать Без Конца Рисовать Рисовать Разные Вот Эти Вот Штуки Смотреть Как Они Сделаны Я Ж Занималась В свое Время Иконописью И Церковной Росписью А у них Там Вот Эти Вот Мотивы Декоративные Их Там Довольно Много Идут Например В Оформлении Где-то По Краям Ну Короче Говоря Везде Где Там Какое-то Оформление Нужно Там Вот Всякие Такие Штуки Могли Встречаться И В Принципе Один Из Один Из Моментов На Которых Я Научилась Это Вот Все Делать Это Вот Такие Аля Отчасти Это Русская Какая-то Традиция Юлич Кстати Крайне Впечатлен Новостью Про Иконопись Серьезно Да Прям Тотальная Внезапность А Юлич Не в курсе Что у меня Было Монастырское Детство Я Время Отремя Еще Ждем Реакции В чате Люблю Шокировать Людей Иногда Такой Фразой Это удобно Инструмент Да Если Нужно Кого-то Шокировать Все Очень Помогает Ну да Эффект Эффект Достиг Цели Впечатлены А О Все 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 Юлич В курсе Но при этом Не в курсе О Так Так О Пошло 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 Не Нормально Нормально На самом деле Но при этом Смотрите Юлич Была в курсе Что У меня было Монастырское Детство Но не в курсе Что Я занималась Иконописью Ну по-моему Достаточно Логичная Связка Да Мне казалось Что просто Все что связано Хотя нет Это будет оскорбление чувств верующих Поэтому я промолчу Слушай Напиши мне в skype Мне теперь любопытно До страшного Давай Я сейчас посмотрю Насколько это будет Оскорбление чувству верующих Да У нас есть Взора в лице веры Поэтому Сейчас напишем Оскорбление fireworks А, ну, на самом деле, вполне себе цензуру, короче, пропускает. Илья сказал, что когда дело касается церкви, я бы сказала, когда дело касается религии, смысловые и логические связи, в принципе, не гарантированы. Я бы немножко перефразировала. Смысловые всегда есть, какой-то смысл вкладывается и связывается. А вот то, что религия и логика — это далеко не всегда связанные вещи, это по-любому. Мне кажется, что здесь не оскорбление чувств, а просто констатация факта. Ну и на самом деле, если говорить серьезно, они не должны быть связаны. Само понятие вера не включает в себя, как бы... Это где-то даже в Писании было, что когда человек, там, кого-то попросили доказать, да, докажи, что Бог существует, он говорит, мне не нужно этого доказывать, я в это верю. Так что, в общем-то... Смотря с какой интонацией произнести, понимаешь? Не-не, подожди, мне просто все хорошо в контексте вот этого фраза про «докажи мне икс». Мне не нужно доказывать, если я верю. Если это правило веры и просто повесить твое рабочее место... Слушай, ну, на самом деле, это правило перестает работать где-то за пределами религии, потому что мы все-таки живем в мире фактов. Но религия — это, в принципе, там все на вере построено, и действительно, в рамках религии просить доказательств бесполезно. Нет, все-таки, когда Вера говорит про Веру, это слишком много цитап можно растаскивать. Но «All Studio» у нас все построено на вере. Вот. Теперь я вернусь немножко к нашему процессу, хотя мы сегодня у нас удивительный горячий стрим, как обычно и случается с гостями. Но я немножко расскажу о том, что происходит. Я накидала линейные скетчи иконок, которые... Ну, то есть этих ачивок, которые мы сегодня рисуем. И под них я нарисовала пятном... Ну вот, в случае гребешка я просто там практически нарисовала весь гребешок, а для всех остальных я просто нарисовала пятном заливку, в границах которой мы будем дальше рисовать. Эти пятна, они по форме являются максимально конечным, ну, грубо говоря, продуктом. То есть они максимально точны по форме. Здесь вот руки, кнут и прочее, потому что дальше уже я буду по минимуму править саму заливку. Вот. Ну, цвет у них при этом условный. Цвет я буду править и вот это вот к вопросу, к тому, что сигарета, папироса коричневая. Она обязательно еще будет коричневой. Вот. Это, в общем-то, не суть. И дальше, в процессе рисования, я обязательно должна видеть, что то, что я рисую, нормально читается в маленьком размере. И не пропадают детали, даже если икон изображения небольшой. Поэтому я открываю два окна. Это окно, там, примерно, стандартное, даже побольше, может быть. Ну, там, практически 100% самой картинки. И окно маленькое, уменьшенное, то есть вид, в котором ачивка будет появляться, например, на мобильнике и так далее, и тому подобное. При этом чаще всего файл, в котором рисуется такого рода графика, там, ачивки и так далее, больше раза в три, чем исходный размер иконки. Вот на данный момент 600 на 600 квадрат, в котором я рисую ачивки. И 295 на 295, они у нас в игре. Даже там немножко поменьше. Ачивки всегда рисуются с запасом, потому что, во-первых, так проще соблюсти нужную детализацию. Сначала все в большом формате нарисовать, а потом в маленький уменьшить. А во-вторых, потому что иногда изображения эти, бывают, нужны внезапно в более большом формате. И лучше рисовать с запасом, чтобы потом не приходилось, в общем-то, все где-то как-то вот цеплять и так далее. Но здесь есть один момент. Слишком большое изображение... Лучше не делать слишком большое увеличение. Больше, чем в три раза от исходного изображения рисовать не стоит. И то в три раза больше файл подходит не всегда. Сейчас объясню, почему. Сейчас я залезу и покажу вам один свой старый заказ. В чатике, кажется, уже сформировалась небольшая религия имени тебя. Ну, то есть, концепция вера в веру. То есть, технически они тебя не видели, они только слышат голос. Все сходится. Меня записали в пророки. Ну, в принципе, что у нас, наберется апостолов достаточно? На количество. Да... Да вы продолжайте. Так, а я пока... На самом деле, можем даже сделать домашнее задание. Нарисуйте икону веры. О, боже. Я не знаю, как... Какое у тебя должно быть вообще символ? Твоя религия иметь тебя. Это слишком для меня. Я же... Ты что? Я стесняюсь, а не-не-не. И вообще... Начинается. Вы мне это прекратите. В общем, чатик вы слышали. Да. Ну, вот мы сейчас... Кто-то даже утверждает, что ему было видение, ибо он видел тебя вживую. Ну, нет. Технически это и является пророком в таком случае. Ну, да. Ему было видение. Кому там было видение? Кому там было видение? Кстати, хороший вопрос. А, вот. Двенадцатый Артемист. Ага. Артемист. Это же идеальный термин для пророка в своем случае. О, супер. Так, а кто это? Кто это? Под каким именем? Не знаю. В какой бы... Артемист. Да, Артемист. Только где и когда... Не Артемист, а Артхемист. Артхемист. Это... Типа... Кемист. Мне кажется, Артемист будет звучать более... Артхемист как-то... Ну, не знаю. Ну, так хотя бы будет по-английски звучать. Артемист... Артемист. Это... Рунглиш. Ага. Ну, тогда ладно. Рунглиш. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, почему не стоит... В некоторых случаях не стоит уменьшать размер иконки. Слишком сильно. Вот сейчас я взяла... Для этого заказа, вот то, что я сейчас показываю, я иконки рисовала под каждый размер отдельно. Там пакет иконок от 1024 до... Какой там самый маленький был? 50 на 50. 64 на 64, кажется. 50 на 50. Для каждого размера рисовала отдельно. Но там заказчик совсем был перфекционист. Не обязательно для каждого размера отдельно. Но слишком сильное уменьшение скажется плохо. Первый и самый очевидный момент, да, то, что... Ну, например, у нас при уменьшении пропала текстура под иконкой, которая здесь вставлена крупнее. Вот. Дальше здесь... Если приблизить, видно, что на границах немножко вылезают пиксели. Эффект... Ну, вот там. Где-то здесь светлый пиксель полез. Здесь темный, да. Здесь этого нету, поскольку иконка отрисована с самого начала. То есть уменьшение графики дает шум. В случае, если графика сильно детализирована и там много чего нарисовано, это бывает не критично. Но чем более лаконична сама иконка, тем больше этот шум будет виден и заметен. Ну, и какие-то вещи, да, что там потерялись при этом усы, которые здесь заново перерисованы и так далее, там подобное. Если речь идет об иконке 72 на 72, то здесь уже, если сравнить, да, совсем другая история получается. Потому что иконка уменьшенная, потому что иконка уменьшенная большая становится слишком непонятной. Слишком много шерсти, непонятно, что происходит на голове, все смещалось в доме обломовых и все такое. Типичное утро. Да, примерно. Маленькая иконка, она отрисована заново, и, соответственно, здесь там нету такого количества деталей. И здесь все как бы нарисовано так, чтобы смотрелось нормально в небольшом формате. Соответственно, увеличение больше, чем в три раза может выдать вам погрешность. И сейчас я еще одну покажу вещь. Ну, давайте сделаем это. Я сейчас не смогу вам показать на основе работы своей, потому что работу пока по ТНДА я не имею права ее показывать. Но я сейчас быстренько вам это продемонстрирую. Предположим, иконка у нас... Маленькая иконка у нас... Выглядит примерно так. Если это более, так, ну ладно, сейчас сделаю, чтобы тоже было ровненько. Если это более дизайнерские моменты, менее рисовательный... То есть, такие иконки встречаются, когда либо речь идет о более мелких каких-то элементах, типа элементов управления, кнопочек, открытия, закрытия, настроек и прочего. Либо о ситуациях, когда весь дизайн интерфейсов минималистичный. Это сейчас модная тема. И, соответственно, во многом она начинает быть актуальна. Вот у нас есть вот какая-то там иконка условная, предположим. Я просто что-то здесь вот нарисовала. Вот так. Мы еще ей сделаем тенюшку. Такое тоже часто случается. Вот она у нас. Размера какого-то. Сколько там она у нас будет в 100%? Да, 249. Не такая еще большая. Сейчас растеризировать слой. И я ее уменьшаю, например, на 100. Да, в несколько раз. В 2,5 раза я ее уменьшаю. Смотрите, что получилось. Вот он наш разгон пикселей. Здесь. На краю. Вот здесь. Здесь появился светлый пиксель. Здесь светлый пиксель. Ну и так далее. Вы видите. Чем лаконичнее изображение на иконке, тем заметнее будет вот этот вот разгон, потеря качества при уменьшении. И тем меньше нужно делать разницу между иконкой, которую вы рисуете, и финальным размером изображения. Это первый момент, который я хотела сказать. Ну и второй я просто обращу сейчас ваше внимание уже вот по ходу, то есть, именно конкретно в этих иконках. Я использую стартовый лайн, ну вот этот вот набросочный, он сейчас находится в маске над моими, ну то есть, в маске в границах самой заливки иконки, для того, чтобы он не мешал и был ровно в том же, ровно в тех же границах, что и сама заливка. Вот, и дальше я начну работать с цветом, и мне этот лайн поможет, направит меня, когда я буду форму уточнять, и уже финализировать эти иконки, сколько успею, посмотрим, сколько у меня их получится сделать за оставшийся час. Вот, и дальше я начну работать. И дальше я начну работать. Металл я сейчас сделала более приглушенного цвета для того, чтобы потом на нем использовать Color Dodge для придания металличности цвету. Если я сейчас сделаю их ярче, то Color Dodge мне будет использовать некуда, он будет уже слишком ярким. Ну и соответственно, их я сделаю сначала обе иконки, которые у меня есть в сете, то есть, вот они одинаковые по сути, да, свои, я сейчас ее перемещу. Сначала обе покрашу, потом оба буду Color Dodge, чтобы у меня была единообразная цветовая гамма и стилистика этих двух иконок. То есть, если вы рисуете какой-то пак элементов в одной и той же стилистике с какими-то сходными параметрами, требованиями и так далее, унифицируйте всегда процесс. Это вам очень поможет, во-первых, единообразие сохранить, во-вторых, скорость нарастить. Делите его на этапы какие-то. И делаете весь пак разом. Поэтапно. Лер, тут спрашивают про переводчика. А что спрашивают про переводчика? Так, сейчас я затрачу секунду на то, чтобы прочитать ник. Илруэль. Да, нас это... Скажи, его зовут-то забыл. Конечно. Илруэль спрашивает, что у нас по переводу новеллы? У нас фрилансерный переводчик или инхаусовый? У нас переводят новеллу... Собственно говоря, когда все только начиналось, у нас был сценарист другой, его тоже звали Илья, но проживал он в Таллине. Это мой очень хороший друг, мы познакомились с ним в одной онлайн-игре много лет назад. Вот, и он... ММО сближает. А? ММО сближает. ММО Connecting People. Он при этом там... Мы с ним оба состояли в журналистском отделе, писали новости. Он какие-то там как раз вот стихи или что-то подобное к ним писал. Ну, он, соответственно, писатель. В прошлом сейчас уже больше переориентировался на репортерскую деятельность. Как это называется? Журналисты и так далее, там подобное. Вот. Ну, как бы все в порядке у него с языком и со вкусом и со всем остальным. И, соответственно, новеллу мы начинали с ним, но потом, по личным обстоятельствам, он понял, что все-таки такие объемы не... как бы не это самое, не потянет, и проект ему пришлось покинуть. Соответственно, через какое-то время, потом у нас был долгий, мучительный поиск сценариста. Это очень непросто найти человека, оказалось, который смог бы поддержать... поддержать тему. Ну, мы в результате нашли Илью, который сегодня с нами. Этот товарищ у него замечательный английский. Он проживает в Таллине и говорит свободно на трех языках. Вот он, соответственно, на данный момент занимается локализацией. Переводом новеллы на английский язык. И когда мы давали своим англоязычным товарищам почитать... Ну, то есть, там, ребятам из... Я забыла, гордо, у меня отвалилась голова. Ну, да ладно. Давали почитать, сравнить его перевод и перевод, который для нас делало агентство. Перевод нашего друга оказался лучше. Читабельнее, литературнее и интереснее. Соответственно, мы сейчас с ним работаем, и вот он у нас переводит... Сценарий на английский язык. О, хороший вопрос. Так и Отаку спрашивает. Вера, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, какой жанр наиболее легкий для создания первой игры с нуля? А где у нас Оля, кстати? Я здесь, у меня просто очень сильно глючит чат, я его обновляю, у меня приходит то, что... Ну, в общем, не вопросы, и просто Илья резко задает вопросы, и я ничего не грустится, короче говоря. Ну ладно, а я стремителен, да, по этому. А ты стремителен, и ты самая... Хорошо. Я не понимаю, то ли у меня вопросы просто, и вообще в целом сообщение поздно приходит, то ли это вон глючит. Ну, у тебя, возможно, да, задержка, у тебя, возможно, чуть позже обновляется чат. Угу. Вот, ну ладно. Окей. По поводу вопроса, что еще раз... Какой самый простой жанр для... Можешь еще раз... Начинаем еще раз. Какой самый простой жанр, какой наиболее легкий жанр для создания первой игры с нуля? Матч 3. Я думаю, что ответ типа матч 3, да, я бы тоже хотел сказать. Ну, как бы матч 3 и все. Если формулировать вопрос именно так, то это матч 3. Безусловно, матч 3, да. Ладно, слушай, ну можно еще маджонг. Кстати говоря, возможно, он даже будет проще. По кодингу. Нет, просто понимаешь, по кодингу, да, но это уже технически, это не твоя игра, ты будешь классическую игру, и спрайты, и все. А с матч 3, извини. А с матч... Ой, знаешь, я знаю столько геймдизайнеров, которые сейчас бы зачитали целую лекцию, что матч 3 это очень глубокий жанр, который очень многогранен. И то есть вообще мы не лаптем, щи хлебаем, вы че? Ну так... Ну так... Знаешь, определились ради, они получают больше, чем я, так что не знаю, может быть, они правы. Слушай, ну хлебать щи не лаптем можно на самом деле и на основе маджонга. Проблема только в том, что вот эта вот иррациональная популярность, она постигла именно матч 3, а не маджонг. Поэтому... Ну да, еще один вселенский вопрос как-то... Да, почему матч 3? Что такое матч 3? Сейчас, сейчас... Кэнди Крэш. Три в ряд. То есть да, вот это вот... Просто такая... Не, понимаешь, Кэнди Крэш... Мы, когда в британской высшей школе дизайн заканчивали факультет геймдизайна, мы всей группой задавались вопросом, что вообще такого крутого в Кэнди Крэш? Почему именно он? Было куча матч 3 до него, было куча матч 3 после него. А 6 миллиардов собрал только Кэнди Крэш. Ты знаешь, для меня матч 3 это... Это самое... Как же... Мантисума. Сокровище Мантисумы. Ну, просто мы привыкли к выводу, что дело не только в графике, но и в озвучке. Потому что там Кэнди Крэш озвучен голосом профессионального стриптизера, по которому звучит именно так. Sweet. Tasty. То есть, возможно, дело в этом. Yes. Ну, на самом деле, по-моему, матч 3 уже стал и чем-то, знаешь, вот именем нарицательным, отчасти, в геймдеве, это вот. Так, люди не знают, что такое матч 3. Не волнуйтесь, я спасу вас. Подождите секундочку. Вы че... Ну, ага, 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 серьезно. А, о, господи. То есть... Кэнди Крэш. Меня это даже радует. Здесь сидят люди, которые знают, что такое визуальная новелла, но не знают, что такое матч 3. Ага, это круто. Вот, это самый архетипичный пример. Кэнди Крэш сага. Вот, и было много попыток зла привнесения в этот мир, но именно Кэнди Крэш повернул ключ, который открыл врата в ад. Вот именно после Кэнди Крэш началось повальное производство матч 3. Именно после Кэнди Крэш? А, да-да, то есть... Кэнди Крэш вышел, продюсеры увидели деньги, которые делали Кэнди Крэш, сказали, и начали производить клоны. Да, и что самое удивительное, мне кажется, что клоны матч 3 наиболее живучи из всех, в принципе, клонов. Потому что там настолько простая механика, там ничего не происходит, там нет чего-то оригинального в игровом процессе, он простой и как таймкиллер. Ну, могу сказать за геймдизайнеров, что на матч 3 часто обтачивают всевозможные механики, которые не относятся к непосредственному геймплею. Ну да. Например, социальные механики. То есть, например, когда вот это сообщение, что твой друг Мэри Джонс взял левел в Кэнди Крэш, а ты лошара. То есть, вот это в частности обтачивали в Кэнди Крэш. Да? Типа, возвращайся в игру и покажи им, кто здесь папка. Реально? Они прямо именно такие сообщения такого типа делали? Ну, не буквальным текстом, но да. Там на некоторых, вот эта вот карта, которая типа очередность уровней, которая идет через абстрактный конфетный континент. Там над некоторым висели аватарки твоих друзей, которые уже их прошли. Нет, ну да, виральность это, конечно, великий механизм. То есть, матч 3 были и до этого, конечно, там даже были весьма удачные. Типа этот, как его, что-то там на Б, к сожалению, не помню, как называется. Но вот Кэнди Крэш, он создал новую волну матч 3, завязанных на социальной сети. Угу. О, вот, чайки написали название. Это Bejeweled, точно. Вот он, вот он самый. Понимаю, я говорю. Так, я поняла, что не так с этой рукой. Безустота Безустот тут у или спрашивают рассказать точнее просит рассказать про школу дизайна вот это что с чем видят что такое школа дизайна может быть имеется ввиду скрим скулл мне нужно корректировать видимо далеко не факт что ребята знают расскажи я просто не очень понял про что не спрашивает если про скрим скул то соответственно это британская высшая школа дизайна в которой есть подразделение скрим скул который занимается игровой индустрией там соответственно основные направления это гейм дизайн и неким дизайн 3d шники арт соответственно после получил свое первое высшее я пошел учиться на дизайнер именно туда ну что я могу сказать проще будет сказать что на самом деле все что есть тех книгах которые я скинул плюс книги по гейм-дизайну типа марта в гейм-дизайн все это только переведенное на рельсы образовать все все что есть в книгах тоже сам будет но на самом деле иногда это достаточно полезно ну потому что там есть какая-то систематизация я с некоторым скрипом там на на старте пошел потому что там был очень сильный фокус на фри-то-плей это в принципе их можно понять потому что рынок требует специалистов почти еще больше почти все почти вы поняли вот у меня были достаточно напряженные отношения с преподавательским составом на некоторое время поначалу потому что я так же это я же артист дофига ясно в общем в конце концов сделал я свою первую визуальную новеллу который с защитил диплом наша группа чего прекрасно диплом не так и не выдали правда до сих пор обидно мне просто послышалось мне диплом не так и не выдали до сих пор это диплом не выдали но он не красный я вначале хотел купить как красный лак для ногтей красный просто обложку у меня синий так каком языке написано снова да вопрос оси плюс плюсы с методизма я сейчас могу я идиотский вопрос задам но я художник мне можно юнити это же у нас си плюс плюсный движок в принципе на юнити при больших танцах сгубу может просто с любой язык вообще си плюс 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 ну вот на нем написано на самом деле вот тут как раз мы когда были на уголенки на на подкасте обсуждалось что вот юнити писать на новеллу на юнити это как как забивать микроскопом гвозди ну что как юнити чрезмерно функционально для визуальной новеллы визуально функционал визуальной новеллы не настолько сложен чтобы писать его на юнити и в принципе это может быть довольно важной информацией для людей которые хотят начать делать визуальную новеллу в том плане что изучать юнити для этого на самом деле не обязательно есть хорошие адаптированные движки которые там там язык программирования практически в общем очень я с рэнпай я просто ковырял еще до того как я делал свою первую визуальную новеллу рэнпай конечно он просто где две копейки он очень не успециализирован то есть это дело то действительно отличным инструментом для создания визуальных новелл но если например хотите присобачить ваши визуальные новеллы ачивки то хрен или карты да то не ну не хрен просто выберете напильник и долго-долго-долго пилите дополнение ручками все ручка и нафиг это надо когда есть юнити у которого сто пятьсот асетов в общем ну то есть ты знаешь у нас при этом все равно половина пилилась ручками но тем не менее как бы если если это проект который предполагает какое-то вот развитие да и какой-то функционал дополнительный то конечно обычного движка может не хватить ну в смысле вот того же самого рэнпая да и каких-то аналогов вот и в этом плане юнити нам сделал хорошую добрую службу потому что у нас там есть всякие приятные мелочи но тот же самый тот та же самая механика черчения рун библиотека там еще что-то ну ачивки понятное дело а чего кстати нет опубликованы сейчас версии на андро андроидовой версии они будут соответственно когда выйдет вторая глава и будут они для обеих глав ачивки составлены таким образом чтобы игрок понимал как именно как именно развивается сюжет и какие есть дополнительные сюжетные ветки это то о чем мы ставим это очень называть в понедельник а главами мы это стали называть кстати почему да потому что я тебе тоже в понедельник расскажу так еще раз прослушал просто как хотел сказать что там в понедельник будет обсудить ачивки а ачивки я постараюсь не забыть но все забудут и мне скажи вера мы должны обсудить в общем да 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 ну в общем подводя итог юнити это шикарная тема абсолютно универсальная если вы там конечно матерый мастодонт игровой индустрии вообще вы папки то можете писать о чем хотите с не нам нас учить это по-любому нам зачем нам учить папок вообще нормально и так это это папка нас учат папки нас учат мамки папки а вот меня спрашивают можете ли вы туда посоветовать и видимо ли он 3 1 1 2 scream school да а вот тут я вот тут у меня ответ однозначно понятия не каждый год что-то меняют то есть то где был я она уже почила это уже не повторится что там сейчас я не знаю что-то добавить что-то что в позе кого базе ты сказал почила 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 в позе почилу базе в общем что там на данный момент что-то на данный момент scream school я понятия не имею то есть я знаю что там база осталась скорее всего той же много чем могли убрать но в чем и сразу мне будет на самом деле зайти на труппу фейсбуке я точно знаю что у нас была фейсбук вы зайти там выпускников предыдущего года и спросить у них ну да в принципе что там происходит я недавно общалась с ребятами они не рассказывали чего там просто мы не сказали что одна из лекций которые найти в гамме читал в минске scream school и активно пост постилась и мне оттуда писали ребята но они не рассказывали что именно там происходило все не просто там хотели что меня узнать что-то рассказать вот а теперь я прямо вот и пары этих рук буду допиливать color dodge Я поставлю на них слой маску, уберу галочку Transprinci Shape Slayer, и поставлю Color Dodge. После чего здесь можно будет снимать. Очень здорово играться. И всю металличность этим рукам придать легким движениям руки, как говорится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Умеет ли смысл учиться сценаристской высшей? У нас такие чудесные люди есть, которые ты скидываешь. Вообще важно для них много сценаристов. Вот это я люблю такие моменты, такие вопросы, потому что я могу... Уважаемый работодатель... Так... Мужен ли диплом для сценаристов? Нет. Я с позиции работодателя скажу так... Каждый сам решает, насколько нужен или не нужен ему диплом в профессиональной деятельности. Но в тот момент, когда... Если вот ты меня спрашиваешь, да, с позиции работодателя... В тот момент, когда человек приходит на место... Смотрит прежде всего на то, что он делает. На образование будут смотреть в последнюю очередь, только если... Только если дело не касается государственных каких-то учреждений, например, в том же самом институте, да, для того, чтобы стать преподавателем, ты должен иметь набор бумажек определенных совершенно, без которых ты как бы букашка, там, ничего другого тебе не светит. И это касается многих государственных каких-то структур, в которых образование является системно необходимым условием для приема на работу. Если речь о такой ситуации не идет, то образование важно лишь постольку, поскольку оно человеку чего-то научило, и смотреть работодатель будет в навыке. Вот, поэтому сам факт наличия бумажки здесь не важен. Вопрос, насколько образование помогает стать компетентным... Тут, во-первых, я его могу обратно отправить Илье. Насколько оно... Ну, вот тут я не могу ничего сказать, потому что я, честно, самоучка, к сожалению, или, к счастью, понять не имею. И, да, я даже не знаю, где он учится. Скорее всего, если он учится в университете, он учится в этом. Как его, который кинографический. Короче, что он учится на киношном сценаристе. Угу. И насколько там качественное образование, я сказать, к сожалению, не могу. Могу сразу сказать по поводу западного образования, что-то все ломятся. Потому что там на тебя начинают смотреть чуть-чуть пораньше. То есть, например, камп у канадских камп с Ubisoft, где там уже на третьем курсе... Как вот, есть такие люди, которые приходят и набирают футболистов американскую футбольную линию. Тут то же самое, только в Ubisoft. То есть, уже набирают людей, уже смотрят, уже думают, как их можно нанять, куда их можно пристроить. То есть, на Западе, поэтому, идут учиться на сценаристы. Ну, плюс, опять же, на Западе, некоторые просто виртуинти делают игру. Ну да. Тот же Undertale, например. В этом плане есть. То есть, можно по-разному относиться к играм подобным Undertale. Но факт в том, что они выстреливают, они их говорят. Даже если их массово кто-то любит, кто-то поливает дипломы, терьмом это все равно, инфоповод их все равно покупают. То есть, практика показывает, что вещи, которые однозначно плохие, про них не говорим. Говорят. Это есть такое дело, да. То есть, максимум они могут устроить скандал из-за неоднозначной темы. Отличный, например, недавний Hater, который получил первая не портографическая игра в Steam, которая получила рейтинг AO, Adults Only, то есть 21+. Как-то игра оказалась не очень, и на этом ее история получила. А из-за чего она получила такой рейтинг? Из-за гипертрофированного насилия необоснованного сюжета. А-а-а. То есть, де-факто, это был как Postal, только не развеселый, а раздалбайский, а в черно-белый, в очень мрачных донатах. Как называется? То есть, я как сценарист считаю, что... Что, как оказалась игра? Да. Hater. Hater. Вот, кстати, я очень заинтересовался, потому что я увидел интересную картинку и очень неплохой озвучкой. Я подумал, что эта игра может рассказать неплохую историю о ненависти, потому что сильная эмоция – это больше база для сценариев. Но не завезли, к сожалению. Ясно. У меня, на самом деле, есть такое явление, что мне зачастую нравятся персонажи, или завязки игр, или чё что-нибудь. Не то, какими они являются де-факто, а какими они могли бы стать, если бы я над ними работал. Ха-ха-ха. Профессиональная деформация сознания? Да. То есть, в частности, мне жутко нравится в Mortal Kombat персонаж Кано. Потому что персонаж клёвый, и при нём можно много чего сделать. А его вечно делают как-то переточным злодеем. Это интересно. Интересный взгляд. Всё равно, конечно, немножко другие, получается, ачивки по стилю не совсем такие, как у Марийки были. Но это уже ладно. Ну, если у нас будет в стиме, знаешь, типа дизлайк, ачивки не похожи стилем, поэтому… Поэтому не очень не советую. Ну что ж, тогда нам придётся, видимо, что-то с этим делать. А чего ещё раз? Говорю, если у нас в стиме среди отзывов будет негативный отзыв с формулировкой, что… Ачивки разные по стилистике, поэтому не советую игру, то… Тогда нам, видимо, придётся что-то с этим делать. Это да. Не, я думаю, что в стиме это будет даже незаметно. Там ачивки маленькие. А, в смысле… А, господи, всё, я уж туплю, да. Они могут и внутри игры… То есть там ачивки будут отображаться в профиле в стиме и отдельно внутри игры. То есть… Как… Внутриигровые ачивки будут также отображаться в профиле в стиме. Я поэтому сейчас немножко затупила. Ну, в общем, понятно. И твич опять завис. Нет, по-моему, он не завис. Ну, то есть чат работает, разве что видео. Все просто молчат. Да. Ну, вот у меня, например, видео уже минут 20, наверное. Вот. Если я сейчас обновлю, то у меня вся история потеряется, а у меня вроде как сейчас чат нормально начал работать. Вот. Поэтому… Да, сложности такие. Ну, я сейчас вижу, что у нас 55 человек. Обычно под конец стрима поменьше народу остаётся, потому что участие стрима идёт в ночное время. У кого разница по часовым поясам не всем удобно. И под конец уже там… Народ менее активный. Итог, вернее, конец стрима – это такой более медитативный время. Мне опять задаёт вопрос. Так. Ольга спрашивает. Илья, какую реакцию ты наблюдаешь у людей, когда тебя спрашивают о роде деятельности, а ты гордо отвечаешь, что я сценарист? Вот тут комплексное явление, особенно поначалу, когда я ещё работал на первой своей работе под этой выиской. Там немного другая выиска была, но суть была в следующем, что я говорил, что я сценарист. И у людей формировалось такое, знаешь, выражение лица типа… Вот что тебя судьба-то обидела, несчастный человек, богом обиженный. Потом я говорил, что я сценарист, у которого есть работа, у меня это не только в дипломе написано. И вот тут уже люди проявляли некоторую заинтересованность. Ну да. А, вот ещё единственное, что характерная черта у людей, которые старше, кажется, 30-40 лет. Они первая мысль, о которой думают, что я театральный сценарист. То есть, меня сразу спрашивают, для какого театра я пишу пьесу. А те, кто постарше, в какого сценариста тебя прочат? Неужто в голову? Вот я как раз говорю. В смысле, те, кто помладше. Те, кто помладше, так, посмотрим. Те, кто старше, где-то 35-ти обычно думают, что я телевизионный сценарист. Потому что, если я русский киношный сценарист, у которого есть работа, то я трошадил. Угу. Ну, как-то, сопоставление фактов я не могу их винить в таком выводе. Угу. В игровые сценаристы меня записывают разве что люди моего возраста и чуть младше. Угу. Да, интересное разделение. Весьма показательное, я бы сказала. Да. У меня даже пару раз предлагали работу в театрах, но я как-то говорил, что нет, ребята. Я не ценитель. Простите. Хотя, может быть, когда-нибудь я напишу там какую-нибудь пьесу, если нет. Если на меня накатит. Слушай, ну, театр бывает и современный, как бы, тут по-всякому. Не обязательно там, не знаю, тех же самых. Я говорила, как сейчас висит у меня в группе. Every day sketch, нарисованный под шикарный фильм «Униженные, оскорблённые и зомби». Пародия на вот это вот произведение. Они очень шикарно его сделали. Фильм прям пусечка. Мне очень понравился. Потому что они вот эту вот тему зомби-апокалипсиса обыграли в... в немножко вычурном аристократическом духе, кстати говоря, касательно наших... Ну, то есть там стилистика такая, чем-то коррелирующая с нашим... Можете воспринимать этот фильм как спиновку «One day in London», если хотите. Типа того. Да, не сильно потеряйтесь по словам плане. Вот. И это самое. И я вот оригинал не смогла ни прочесть, ни посмотреть, потому что ну дядь, ну это пипец. Я не очень люблю вот такие истории про отношения частяком. Мне нравится. Я тебя немного перебью. Технически оригинал — это книга. Да, я понимаю, я понимаю. И зомби. Изначально это были переписки книг. Кстати, этот фильм — прямое продолжение фильма «Авраам Линкольн. Охотник на вампиров». Ага. А, да? Серьезно? Круто. Да, это был такой... Вот сейчас у нас есть новый трэша-жанр в литературе «ЛитРПГ». Ну, новый. Ага. Насколько это представлено. А до этого было модной темой переписывать классические произведения, добавляя в них элементы современной поп-культуры. А-а. То есть вот самое известное — это гордость предупреждения и зомби, и «Авраам Линкольн. Охотник на вампиров». Понятно. Так это была книга. Ясно. Ну, это многое на самом деле объясняет. У него была шикарная... Чего шикарная была? Шикарнейшая обложка, кстати. А-а. Обложка, я честно. Книгу я при этом не читала. Но вот фильм мне очень понравился. Так я когда залезла смотреть отзывы про этот фильм, ну, перед тем как его посмотреть, я залезла посмотреть отзывы, народ там его всерьез ругал. Мол, там, типа, вот, сравнивая с оригинальным произведением, что-то там такое писал, что, типа, вот, там чего-то характеры туда-сюда, не туда, там, история не наврали. Ну, вот, какой-то такой, прям, всерьез что-то вот ругали касательно, вот, с какой-то такой вот точки зрения. Меня это удивило, блин, думаю, что вы хотите от этого фильма? Ребята, это любовь, кто там, гордость, предубеждение и зомби. Здесь не идет речи о каких-то серьезных, там, я не знаю, литературных или исторических вопросах. Ну, когда я посмотрела фильм, я поняла, что не подкачал он, в общем, мои от него ожидания абсолютно правильные. Закинул в скайп обложку книги? Сейчас посмотрим. То есть, на мой взгляд, она без пяти минут шедевральна, учитывая, что там сделано, знаешь, с говной палок. Сейчас посмотрим. Вообще, кстати, жанр трэша, он достаточно специфический и вытянуть его сложно. То есть, я могу так с порога вспомнить только Evil Dead, оригинальную трилогию и сериал недавно. То есть, это отличный пример качества. А, да. И вам обложку. Она, правда, маленькая, но уж... То есть, какой же еще хороший трэш-то мне в голову вспоминается. То есть, автостопом по галактике я не могу записать трэш, потому что это скорее сатира. Ну да, это не трэш. Даже лучше, это точно сатира. Да, это ни разу не трэш. Это здорово как. Да, вот. Признаю, прям круто. Да. Очень здорово. И Авраам Линкольн там тоже. Угу. Супер. Такс. Ну вот, меня тут еще спрашивают про киношный сценарий. Киношный сценарий, кстати, я вполне себе учу. Потому что учимся мы все по сценарному делу, по учебникам с дискиной индустрии. Поэтому я принимаю в этом более-менее работу. А вот, кстати говоря, сейчас уже вполне в стиле получились эти лапки. Вполне похожи. Вот я для сравнения покажу. Мне останется только их немножко подеталить. И ачивка первая моя будет готова. И армия то горячая. Только на руку. Я очень-悸ов дев percent овощей. В HERO. И так ауди편ный рассадок и аудитор'tан. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Вот таким примерно образом И если теперь мы добавим... Добавил DimaTorzok 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 то вот примерно таким образом будет выглядеть готовая ачивка. Сейчас я ее еще немножко в желтую виду. Как еще раз называется этот жест? Брофист. Брофист. И вот наш золотой брофист готов. Я, кстати, сейчас тень кину сразу всем оставшимся ачивкам, чтобы потом уже сразу просто рисовать с ее учетом. Попоследок еще один вид. Еще что? Еще один вопрос мне. Ага. Я пропал? Сейчас ты снова здесь. Я снова здесь клево. Значит, если бы жизнь меня толкнула написать сценарий фильм? Что был по фильму? А это зависит от бюджета. Прям вот сильно зависит от бюджета. Ну вот если бы было достаточное количество... Ну вот если бы не зависит от бюджета, то что бы ты, например, снял? Можешь сделать все, что хочешь. О, написал точнее. Да. Так много вариантов, на самом деле. Так много всего приходит в голову. Так много всего. На самом деле, если бы у меня был неограниченный бюджет и количество вариантов, я бы скорее снял сериал, даже фильм. Потому что я бы хотел рассказать длинную историю. И растянуть ее на тысячу сезонов? Ну что обязательно на тысячу сезонов? Посмотрим. Если бы я снимал, например, сериал, причем по любому сеттингу, то я бы скорее всего снимал сериал по Silent Hill. Потому что мне очень не понравились фильмы, и я бы использовал концепцию Silent Hill как чистилище. Соответственно, каждая серия у меня был бы новый персонаж, пока к нему формировались бы новые монстры и эксистемы, персонажи бы взаимодействовали друг с другом. Если бы я снимал свое... Скорее всего, это было бы что-то наподобие политического триллера. Ага. Вау! Серьезно. На самом деле, мне на этот вопрос просто нужно открыть папочку заготовки и прочитать список. Там все серьезно. Ясно. Да, в частности, у меня, помню давно, когда я был молодой и глупой, у меня была заготовка на... на книге или на комиксах. В общем, мысль была в следующем. В общем, все ведь знают концепцию библейского апокалипсиса. Ну, Вера точно должна. Ну, я-то знаю, да. Там, да, труп, четыре ангела на коняшках. Ангела, ну, в общем. Ну, да. Апокалипсис. Плюс Миша, который сверху летит и дудит дуду дуду. Угу. Вот, я хотел написать книгу про то, как Михаил спускается на землю. И Михаил у нас не классический кавайный мальчик с крыльями и в платье, а, скорее, что-то типа исполняемого скрипта. Из него задача, что вот у нас есть мануал в лице Библии, что у нас должны быть четыре абстрактных задника, и в этом порядке человечество должно быть логическим совершением. Угу. Соответственно, первая книга Миша приводит планетку в третьей мировой войне. Всадник первой война. Угу. Потом у нас идет всадняя, вторая книга, всадник второй. Ну, или, там, глава, часть. Вы поняли. Угу. Всадник второй голод, всадник третьей чума, всадник четвертой смерть. Соответственно, параллельно идет от пяти до пятнадцати персонажей, каждый из которых работают на собственные... А теперь? От пяти до пятнадцати персонажей? Каждый из которых работают на собственную фракцию, то есть, там, ЦРУ, КГБ, государственные службы, заинтересованные экономические силы, которые, теперь, пытаются понять, что это за Миша, что это посадчик у нас стрессовался, который торгует совсем подряд, переводит планетку в третьей моменту. Угу. Соответственно, их взгляда на происходящее. А мораль басни? Скорее всего, я... А мораль басни? А мораль басни, что все, тлены все умрут. То есть, там бы все померли все равно? Ну да, апокалипсис пришел. Ужас. Я такие не люблю штуки. О, специально для тебя завезем хэппи-энд. Ништяк. Люблю хэппи-энды. Я очень не люблю фильмы про апокалипсис. Я недавно думала, типа, что за фигня? Я люблю фильмы про супергероев, где куча спецэффектов, ничего не происходит, тупой сюжет, сюжет не нужен. Зато куча спецэффектов, драк, и это... Ну и, короче, веселуха. И хорошие шуточки, если есть, то вообще шикарный фильм. Потому что в кино прихожу расслабиться как-то, все... Посмотреть как все пыщ-пыщ-вау-вау, особенно если еще и в 3D пойти совсем хорошо. И поэтому люблю такие вот штуки. И я думала о том, почему мне настолько неинтересны тогда в таком случае фильмы про постапокалипсис, ну и там все связанные с ним там, фильмы-катастрофы и прочие вещи. Вот сейчас там будет это вот, кто-то там про инопланетян «День независимости-2». Вообще не хочу помнить. Поняла, что я не люблю фильмы про плохое будущее. Они мне портят настроение. Потому что как-то, в общем, портят и все тут. Я люблю фильмы, где все клевенько. У меня... Отчасти из-за этого у меня не сложилось с аниме, потому что хэппи-эндов... Просто я все всегда пишу на серьезных щах. Не, на самом деле, если бы я писал комедию, то тут бы все просто. Я бы делал, скорее всего, комедию полицейскую. Где есть два напарника, где они ездят по городу, решают всякие укуренные дела. У них есть там набор неписей, типа негра-сутенера, неудачливого дельца, которого всем просто жалко сажать. Он никому не может впаять этот свой крэк. Здорово. И чтобы они еще постоянно жрали пончики, временами эти пончики бы спасались ситуацию. Типа там, не знаю, когда главгат убегает, этого пончика можно было кинуть ему в лоб, и он там упал с моста в воду. Или этот пончик можно было бы использовать как какой-нибудь щит? Ну да, ну нет, слишком большой пончик. Обычный пончик, он сюрикен. В смысле, метательное оружие. Если бы я писал что-нибудь вот такое вот раздолбайское веселое, это было бы что-нибудь такое. То есть я считаю, что истории строятся не вокруг окружения, а вокруг персонажей. Все-таки истории рассказывают про людей, а не про то, на чем они стоят и чем пользуются. А в полицейской истории это два персонажа, которые взаимодействуют друг с другом. Это твои отличительные особенности от всех остальных сценаристов, которые пробовались на... на должность. Что у тебя история идет от людей. Мы с КМ сделаем игровой тайку, у нас просто будет, значит, наши персонажи, у всех будет такая ульта. Главная фишка. Я не поняла, что ты сейчас сказал. Угу. Да... А, да. Ну смотри, когда в играх присутствуют персонажи, как правило, у нас есть какая-нибудь самая мощная атака. Ага. В тайкунах никто никого не атакует, там просто будет вещь, которая будет влиять на производство процесса. В чем? Значит, вот такая вот ульта. Ээээ... Производство... Что в чем? Кого в чем? Ооо, я запутался. Что? А, неважно, все, проехали. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Ха-ха-ха. 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 Ну, слушай, погоди, мне любопытно. Че ты вообще... Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. О чем ты сейчас говорил вообще? Ха-ха-ха. Давай для смертных. Хорошо, поставим вопрос. Ты знаешь, что такое тайкун? Нет. Вот. Это решает вопрос. Да, давай отсюда. Так, господа, тайкун. Тайкун — это поджанр экономической стратегии. Ах, вот что. То есть, да, вот... Да, а SimCity — где ты строишь город. Ага. Это не совсем тайкун. Тайкун обычно посвящен строению из-за чего-нибудь маленького. Например, игровой студии. Ага. Или, там, не знаю, кондитерской пиццерии, бордели, да чего угодно. Ага. Да, и вот в «Тайкун», как правило, очень-очень сильно про микроэкономику. Ага. В частности, про набор людей. То есть, например, «Госпитал Тайкун» — одна из самых известных игр-жанров, которые еще на стеке люди играли. Ага. Там, среди всего прочего, можно было нанимать прикольных докторов с особой обилкой, которые там могли лечить пациентов особо. образ. Все, теперь понятно. Теперь мне даже понятен ход твоей мысли. Это здорово. Да. Есть у нас люди, которые что-нибудь рисовали, которые хотят закинуть свои картиночки на посмотреть. У нас есть традиция во время стрима. Ну, то есть те, кто рисует во время стрима, те закидывают в конце стрима свои картиночки и мы их показываем. «Есть такие или в этот раз все слушали?» «Куда? В скайп скидывают, да?» «В скайп скидывают, да?» «Да?» «В скайп скидывают.» «О, картинки подвезли!» «Пошли смотреть!» «У, какой клевый голем!» «Ну, спойлеришь, я-то еще не видела!» «Ну, сейчас посмотрим». «Спойлерю во все, во все!» «Во все, да!» «У меня есть похожая кастрюля, кстати». «На голема?» «Нет, у меня есть кастрюля, похожая на голову голема». «Супер, я уже заинтригована просто до последней степени». «Ну, похожая, не в смысле, что прям один в один». «Сейчас докидают». «Еще интересно, что мне казалось логичнее, чтобы если бы каша покрыла все это тело и превратила бы, и с кашей бы состояли эти там, так ли?» «А так они как-то непонятно откуда.» «Мне уже интересно». «В общем, за голема я ставлю лайк». «Дальше, о, какая пещерка клевая». «Я прям его даже в новелку даю, там тюкер». «Угу, увы». «Угу». 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 «Ливий дам пи-дилим пи-пи.» «Пов七 шагов». «Б turn 마� ламп, horsepower korkокliere.». «А если бремDP ма, я сам беру блик». Так, ну что ж, начинаем смотреть потихоньку. Видим, действительно, потихоньку, судя по тому, насколько, как быстро, в кавычках, грузится всё это дело. Сейчас попробую ещё раз запустить загрузку. Беда. О! Китченколем. Ништяк. Да, действительно, очень милый персонаж. Ведро у него какой-то скалка, в общем, кайф. Это не ведро, это кастрюли. Нет, тушка-то из ведра. А, тушка? Тушка, мне кажется, это бетон, скорее. Ну да, или что-то такое. Бетон, ведро, что-то такое. Так. Шикарная черепушка. Ты про это говорил? Да, прям вот что. Да. Да, про это я говорил. Сочняк. Уру-ру. Слушайте, какой у нас сегодня клею картинки прям. Ты про лося что-ли? Да, лося и кролики. А это, этот самый, флэш суровый, просто вот как я не знаю чё. Слушай, насколько предание красному темноты благородит костюм вообще? Ну что ж, бизнесмены 90-х годов не могут ошибаться. Ну да. А, тут вот как раз такой тоже иконочный айтем. Кстати, довольно прикольно композиционно сделанный. Портрет, начало. У нас сегодня активно народ рисует. Какие здоровские ребята. Ништяк. Татуировка классная. Где? А, погоди, где? Которая змея. Единственное, что зубы у неё синие. Может, так и надо было. Это, по идее, я не уверен, что это татуировка, но да, вот это вот такая штука. Моё подсознание бы сказал, что это татуировка. Ну, пусть будет татуировка. Ну что? Меня сейчас спрашивают в скайп, это правда ты сейчас стримишь на Твиче? Да, это я сейчас стримлю. Это она, прям зубая. Да, на отсечение. Вот, на этом мы сегодня с вами, дорогие друзья, прощаемся. Сегодня было классно, здорово, и мне очень понравилось. Надеюсь, что вам тоже. До скорых встреч, до встречи через неделю. Всем спасибо и плодотворного, плодотворной недели. Всем пока. Всем пока.